Медиагруппа «Авангард» представляет Сессия и хорошая, и интересная, и необычная. Экономика безопасности. Почему безопасность? Я бы не все хочу сказать информационной безопасности. Вы знаете, когда готовился, даже ехал сюда, думаю, ну вот с чего начать. Думаю, сейчас загуглю какую-нибудь историю про экономику. Ну вообще что там? Как-то надо это обыграть. Понятное дело, первая ссылка в Википедии. Экономика. Сейчас скажу. Искусство домашнего хозяйства. Я думаю, блин, прикольно. Что с этим делать? Есть и теория, и практика. Ну вроде от греческого искусства домашнего хозяйства. Введение домашнего хозяйства. Мне не подходит. Как нас учили? Анекдот рассказать, чтобы все там взбодрились, расслабились. Читаю анекдоты про экономику. Вообще не прет. Ну какие-то скучные, неинтересные. Думаю, ладно, расскажу, как мы готовились. У нас прям реально была интересная история. Как мы все вот шестеро собрались, спикеров, которые сегодня будут. Как эту тему нам, так сказать, предложили. Все там мехом внутрь вывернулись. Ну думаю, ну блин, ну тоже как-то так. Не цепляет. Что-то крутился, вертелся. Думаю, что ж такое? Тема-то вроде интересная, но почему-то как-то непонятно с чего начать. Думаю, может вообще какой-то левак. Поэтому не заходит. Не, ну как левак. Ну мы все участники экономических отношений. Так вот если посмотреть и в жизни, и в работе, должна заходить. Ну и как-то остановился на мысли, что на самом деле сложно, потому что тема такая необычная, непривычная. Нам, наверное, как безопасникам, не важно, кто за организационные аспекты топит, или за технические, она такая, неблизкая. И подумалось, что экономика – это еще и искусство. Искусство, наверное, бывает разное, но вообще процесс такой творческий. И то, что мы сегодня будем создавать, проводить, рассказывать, это тоже определенного рода творчество. У меня будет очень короткое вступление. Меня зовут Роман Чаплыгин. Я директор по бизнес-консалтингу компании Positive Technologies. И хотел сказать, что все мы знаем прогнозы международных аналитиков. Классно. Там прям пишут какие-то колоссальные цифры. 150 миллиардов долларов. Прогнозы на расходы. То есть инвестиции в инфобес 150 миллиардов долларов. Чтобы понимали, это в 10 раз меньше бюджета России на этот год. И как бы такой вопрос, а где все эти деньги-то как-то… Ну ладно, бог с ним. Они где-то есть, верим аналитикам. Поэтому хочется, наверное, решить, а вот такую большую сумму надо вкладывать правильно, с результатом, обоснованно. Ну и в общем-то, чтобы хакеры как-то там боялись. Или по крайней мере не долбили все компании подряд. То есть такие вопросы, они прям все время возникают, появляются. И мы, наверное, с вами так или иначе знаем, будучи внутри компании безопасниками, будучи на стороне интеграции или консалтинга, мы сталкиваемся с вопросами некого экономического обоснования, обоснования результата от инвестиций. Хорошо, посмотрели, какие есть основные блоки, подходы, техники, можно сказать, к тому, чтобы посчитать, а сколько же нужно инвестировать. Есть понятные качественные аспекты. Прям любим мы процентами мерить. Процент от IT, процент от выручки. Что там еще у нас есть? Доля дохода компании, сказал, перерасчет, объем вложений в перерасчете на число сотрудников. Тоже встречается. Есть прям классные математические истории. Там рискориентированные подходы. Там формулы, потери, ожидания и так далее. Сложно, хочется как-то использовать, но непонятно, на что опереться, непонятно, как это встретит то руководство, которому надо обосновывать. Но, в общем, как-то все равно это не получается скрестить, а скрестить надо. Нужно экономику считать и бюджеты считать, обосновывать и с бизнесом говорить на бизнес-языке. Так может, дело-то не в формулах и в подходах. И почему-то сейчас думается, что именно так это и обстоит. То есть дело в том, что разные точки зрения, разный кругозор, разные области для внимания. Мы об этом говорим каждый раз. Вот давайте говорить на языке бизнеса. Или давайте бизнес научим каким-то аспектам безопасности. Но у нас объективно, мы понимаем, что бизнес топит за доходы, за прибыль, и беду, еще какие-то там кому-то понятные, кому-то непонятные параметры. И Б в большинстве своем топит за то, чтобы защитить от угроз. Бизнесу непонятно от каких угроз. При этом бизнес везде топит за оптимизацию, эффективность, сохранение расходов. Мы вообще там и бэшники топим за какие-то классные новые тузы, новые средства защиты, какую-нибудь новую балалайку поставить. Ну и вообще вся такая история технарская. Но, наверное, в чем мы точно сходимся, что мы хотим исключить какие-то определенные моменты. Безопасники хотят поменьше инцидентов информационной безопасности в своей жизни. А бизнес хочет исключить различные непредвиденные потери. И вот, наверное, если мы соединим эти две области, посмотрим на них и с той, и с другой стороны, то сформируется какая-то усредненная история, которая будет и понятна, и удобна, и комфортна и без специалистов, и будет откликаться бизнесу. Если это безопасность, то она также должна участвовать в устойчивом развитии бизнеса. Оценка экономических показателей. Есть там место безопасности? Да точно есть. Мы сегодня об этом узнаем. Инвестиции, экономика, все есть. Ну и какое-то понятие, вот эти недопустимые события. Оно имеет отклик и восприятие как со стороны бизнеса, так и со стороны безопасника, так и со стороны, наверное, любого человека. То есть ему скажешь, вот недопустимое событие. И он сразу что-то предложит, вот что ни в коем случае нельзя. Ну и в конечном счете эти размышления привели к тому, что по большому счету во всей этой области, в развитии безопасности, о том, как выстраивать диалог с бизнесом, в принципе-то нужны, может, даже не столько экономические формулы, какие-то расчеты, нужны другие подходы. Или даже, я бы сказал, специалисты ИБ новой формации. Было несколько диалогов, с которыми сталкивался, когда тезис был такой. Вспоминали IT-отрасль, и вспоминали, как ребята в IT, инженеры, архитекторы, какие-то специалисты разных профилей, они имели такой образ, ребят в свитерах. Но потом они потихоньку росли, 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 и дальше мы что видим? Есть циса. Циса входит в борт. Они же переросли как-то, они вышли на уровень бизнеса. Бизнес захотел их слушать, бизнес их к себе позвал, начал общаться. И возникает гипотеза, что, наверное, это время ИВБ приходит примерно такое же. То есть приходит время, когда специалисты, обладая всей своей вот этой экспертизой, технической, любой, организационной, они становятся полезными для бизнеса и понятными для бизнеса. И защищают они не от угроз, а защищают интересы бизнеса. Вот об этом мы поговорим. У нас сегодня несколько нестандартная, наверное, в сессии, она будет отличаться от того, что написано в программе. Мы сделали микс. У нас будут и доклады, стендап, у нас будут и небольшие мини-дискуссии. По несколько гостей будет выходить. У нас будет онлайн-голосование. И оно прям, первый вопрос будет сразу после этого слайда. Соберем мнение, подискутируем о них. И на самом деле сделали еще одну, как мне кажется, очень интересную вещь. Мы пригласили эксперта именно по экономическим аспектам. Эксперта в области экономики. Ну как так, говорить про экономику и не позвать ни одного человека, кто профессионально этим занимается. Я посчитал, что это очень важно, и такой гость у нас сегодня будет. Друзья, у нас первый докладчик. Дарья Кошкина, Ростелеком Солар. Дарья нам расскажет про стоимость инцидента. Бери микрофон. Цену инцидента информационной безопасности. Здравствуйте. Да, расскажу именно про стоимость и соотношение того, сколько стоит инцидент для атакованной компании и сколько туда вкладывают именно злоумышленники, чтобы было понимание, потому что все мы отлично знаем, чтобы бороться с врагом, нужно знать его оружие. Здорово. Сцена твоя. Спасибо. Значит, коллеги, приветствую всех еще раз. Роман меня уже представил. Я работаю в Ростелеком Солар и там занимаюсь исследованием ландшафта киберугроз и, соответственно, изучая именно экономическую составляющую, в том числе этого. Как я сегодня сказала, моя презентация называется «По обе стороны баррикад». То есть мы посмотрим как раз-таки, сколько тратят злоумышленники примерно, и сколько могут потерять компании. Естественно, для того, чтобы об этом говорить, нужно иметь достаточно большое количество входных данных, и поэтому во многом они могут быть усредненные, но в целом температура по больнице именно такая. Для начала хотелось бы обратить ваше внимание на небольшую аналитику, которую сделали мы в нашей компании за 2020 и 2021 год. С одной стороны, ничего нового под луной, с другой стороны, что-то меняется, какие-то тенденции есть, и здесь вы их можете видеть. На ряде из них мне хотелось бы остановиться отдельно. Это то, что стоимость проведения атаки постепенно снижается в связи с доступностью инструментария. Да, инструментарий становится все более доступным, не нужно обладать какими-то знаниями, высокой квалификацией, образованием, да и большим бюджетом в том числе, чтобы что-то приобрести и потом это использовать в тех или иных противоправных целях. Также нами было установлено, что порядка 10% российских компаний уже заражены различного вида ВПО. И, разумеется, это не означает, что во всех этих компаниях произойдет киберинцидент. Но, тем не менее, не забывайте, что на территории Российской Федерации почти 3,5 миллиона юридических лиц, и поэтому 10% уже выглядит более внушительно. И если хотя бы в половине из этих 10% наступит киберинцидент, то это может привести к ущербу как минимум 45 миллиардов рублей. Цифра уже становится более внушительна. Ну и также, на чем хотелось бы здесь заострить свое внимание, то, что фишинг по-прежнему остается наиболее популярным инструментом. Почему? Потому что, по сути, это тот первоначальный этап, который типичен для подавляющего большинства кибератак, и это человеческий фактор. На человеческом факторе играли, играют и будут играть. Это то, что неизбежно. Далее мне хотелось бы представить вам модель уровней нарушителей, которая была разработана также специалистами нашей компании, так как у нас много аналитиков, которые работают с огромнейшим количеством событий информационной безопасности, каждый день обрабатывают их, и находясь, можно сказать, видят изнанку всего этого, и, соответственно, видят расслоение угроз, методов, которые используют злоумышленники, а также их цели. Как вы видите, номер три выделен овалом. Почему именно он? Потому что он с точки зрения нанесения ущерба экономике Российской Федерации является наиболее существенным и массовым. Второй уровень киберхулиган, это то, что это несколько квалифицированные атаки, которые, по сути, как укусы комара. Да, неприятно, но в целом пережить можно. В то время как защита от третьего уровня злоумышленника требует уже более высококвалифицированных средств, больших компетенций в части специалистов, которые с этим работают. А что касается четвертого и пятого уровней, то здесь их зачастую не так сложно разделить между собой и разграничить. По той простой причине, что четвертый уровень – это АПТ-группировки, которые иногда действуют в интересах иностранных государств. Это, да, имеет место быть, но для того, чтобы восстановить всю эту цепочку, нужно проводить полноценное расследование с привлечением правоохранительных органов. Идем дальше. Давайте уже погрузимся в конкретный пример, чтобы было понятно вообще, о чем идет здесь речь. Это открытая совершенно информация, все вы можете ее найти в интернете, поэтому можете быть спокойны, никого не сливаю, можете сами все это увидеть. В начале 2019 года атаке подвергся Омский ИТ-банк. Это небольшой региональный банк, занимающий, как вы видите, 294 место по активам. И надо сказать, что атака была, как написано на слайде, на весь банковский сектор, потому что в то же время фишинговые письма получал и Сбербанк, но там защита, я думаю, все отлично понимают, до какого уровня. И эти письма, они просто не доходили до пользы, они были заблокированы на самом первоначальном этапе. В то время как в ИТ-банке на поддержание всей сетевой инфраструктуры, в том числе вопросов безопасности, в 2018 году было выделено всего 2 миллиона. И думаю, все отлично понимают, что из них в лучшем случае только половина была выделена именно на вопросы ИБ. И, соответственно, вот какой результат. Произошла атака, и мы можем видеть, что красный столбец – это доход, который был в 2018 году, в 2019 году это стал убыток. Доход хоть и был небольшой, но какой стал огромнейший убыток после атаки. В принципе, практически все показатели снизились, откинув банк назад по всем этим параметрам. Единственное, что возросло, это чистая судная задолженность. Но я хоть и не банкир, но понимаю, что вряд ли это тот показатель, который должен увеличиваться с моментом. И что интересно, что в 2020 году, то есть спустя какое-то время, банк не смог вернуться к показателям до атаки. Соответственно, как я люблю говорить, что после атаки компания отправляется в так называемую кибердыру. И как показывает наша практика и наше исследование, что для того, чтобы из этой кибердыры выбраться, требуется где-то порядка двух-трех лет. То есть одномоментно банк теряет, банк или любая таковая компания теряет какую-то сумму, но последующие последствия, какие-то убытки растягиваются в среднем на 2-3 года, иногда и более. Поэтому нужно понимать, что требуется время для того, чтобы вернуться к показателям до атаки. А теперь же поговорим о том, кто нападает, что использует. Потому что, повторюсь, нужно знать врага настолько, насколько это возможно. И когда мы строим свою защиту, систему безопасности, необходимо ее построить таким образом, чтобы вас было невыгодно атаковать. Мой любимый пример. Почему не подделывать цитрамон? Потому что его подделать стоит гораздо дороже, чем сделать нормальный, реальный препарат. И здесь, по сути, то же самое. Сделайте так, чтобы вашу компанию было невыгодно атаковать. И здесь представлен такой базовый инструментарий обычный, который используют злоумышленники различного уровня. Кто-то приобретает что-то уже готовое, продающееся на теневом рынке. А в этой группировке, например, уже используют самописный инструментарий, самописное ВПО с привлечением высококвалифицированных и высокооплачиваемых специалистов. Нами также было подсчитано, что базовая атака с применением шифровальщика стоит не более полумиллиона рублей. То есть мы отлично понимаем, что это не какая-то заоблачная цифра. И это, в принципе, доступно. И злоумышленники могут этим пользоваться. А теперь же поговорим о том, что происходит в компании, которая атаковала, например, подобный шифровальщик, чьи системы были зашифрованы. Здесь взяли в качестве примера средний банк с численностью сотрудников порядка тысячи человек. И вот как раз системы были пошифрованы. И порядка 20 сотрудников пострадали. 20 сотрудников в общем. Кто-то вообще не мог выполнять свои функциональные обязанности. Кто-то мог их выполнять, но со снижением эффективности, производительности. Здесь также важно понимать, что были нарушены регламенты работы с оборудованием, система электронного документа оборота. Также могла определенным образом барахлить сайт, приложение, если оно имеется. Основной простой мы здесь взяли за два рабочих дня. Полный возврат к режиму работы до атаки порядка двух недель. Важно понимать, что это такой усредненный, повторюсь, калькулятор, потому что, понятное дело, что итоговая сумма будет очень сильно зависеть от оклада специалистов, того, сколько на них выделяется, сколько стоит оборудование и прочее. Также, конечно, не очень просто считать стоимость утраченной информации, но, насколько мы могли, мы это посчитали. В принципе, на тысячу человек подобный инцидент составляет, компания имеется в виду, тысячу человек составляет порядка четырех миллионов рублей. И вспомните, сколько при всем при этом тратят злоумышленники. Идем дальше. Так как же защищаться, что нужно использовать? На этом слайде представлен базовый инструментарий, который позволит вам обеспечить защиту от, согласно нашей модели, второго и третьего уровней. Большинство из этих параметров, которые вы можете верить в перечне, это, по сути, то, что мы уже все привыкли называть кибергигиеной. Да, обновлять антивирус и желательно неломанный, патч-менеджмент, грамотная политика безопасности, да, с принудительной сменой пароля за определенный интервал времени. Но, естественно, здесь и должен быть базовый сок, потому что, повторюсь, третий уровень злоумышленника, он уже требует все-таки привлечения более серьезных средств и, соответственно, специалистов, которые с этими средствами будут работать. Именно поэтому здесь мы говорим о том, что необходимо порядка шести семи специалистов информационной безопасности. И да, важно понимать, что ИБ зачастую воспринимается как догоняющая сфера, потому что злоумышленники что-то придумывают, придумывают какие-то новые фишки, атаки, и уже потом безопасники придумывают, как от этих атак защититься. И поэтому необходимо регулярно повышать квалификацию специалистов. И также важно помнить, что компания развивается и наращивается система ИБ по той простой причине, что заключаясь в сделке с более крупными партнерами, выходя на новый уровень, вы можете попасть под прицел уже более серьезных группировок. И, соответственно, здесь прямая корреляция. Чем компания серьезнее, тем и серьезнее должна быть ее система ИБ. Насколько оправданы траты? Вспомним все те цифры, которые уже называли. Здесь мы их представим на одном слайде. И здесь важно отметить, что говоря про инвестиции, мы говорим именно про единовременные вложения, не про обслуживание систем защиты, а именно про приобретение, например, какого-либо сервиса. Да, это может быть недешево, но это всегда дешевле, чем те потери, которые может повлечь за собой кибератака. Да, и здесь мы говорим совокупно, под звездочкой внизу на слайде написано, от второго и третьего уровня нарушителей. Как я уже говорил, второй уровень — это укусы комара. Да, это, может быть, не такие большие деньги для компании, но это происходит раз, это происходит два, и в целом за год набирается определенное количество, и которое уже составляет несколько миллионов. Плюс также вспомним про те 4 миллиона. Итого в итоге за год мы получаем для компании до тысячи сотрудников 13 миллионов. И также вспомним, что в последующие 2-3 года тоже идет определенная негативная динамика в части отрицательных финансовых показателей и расходов на восстановление, проведение технических расследований, возможно, антикризисный пиар по восстановлению репутации и так далее. Если же мы говорим о компаниях чуть крупнее, то здесь все полномерно несколько возрастает. Плюс к дополнительным пострасходам добавляется снижение стоимости акций и придание инцидента огласки. И, как показывает практика, что если инцидент становится публичным, то убытки от него возрастают примерно в два раза. И сейчас здесь хочу показать на простом примере, на данном примере песочницы довольно-таки известное средство, думаю, всем известное, о том, могут ли вообще возвращаться инвестиции в ИБ. Как раз то, о чем говорил Роман, о том, что может ли вообще ИБ зарабатывать и быть каким-то понятным сектором для лиц, принимающих решения. И вот здесь представлен скриншот фишингового письма, которое гуляло по различным компаниям буквально на прошлой неделе. И это, кстати, даже была атака не на сектор, а вообще рассылали во все возможные компании. Письмо с вредоносным вложением, классика жанра. Если поставить песочницу, сэндбокс на почтовый трафик для пользователей порядка 50 человек, то стоимость такого средства составит не более миллиона за год. И, соответственно, данное средство позволяет фильтровать входящий трафик и, следовательно, минимизировать риск заражения вредоносным программном обеспечении вашу инфраструктуру. Если же происходит заражение, то вам необходимо привлекать IT-специалистов. Ваши сотрудники некоторые простаивают. Ущерб для бизнес-процессов происходит. И в среднем таких инцидентов за год происходит 2-3. Также для компании порядка 1000 человек. И, соответственно, это как минимум уже приводит к ущербу в полтора миллиона рублей без учета проведения технических расследований. И, как мы видим, полтора миллиона на одной стороне и 800 тысяч на другой, что говорит о том, что данное средство позволит вам сэкономить деньги уже в первые полтора-два года пользования сервисом. Ну и уже заканчивая свой доклад, хотелось бы несколько подвести черту. Возвращаясь к последнему слайду, сказать, что да, ИБ может приносить деньги. Возврат инвестиций — это все-таки реальность, а не миф. Построение защиты — это всегда дешевле, чем те убытки, которые вы можете понести в результате наступления киберинцидента. И что важно, что система защиты должна быть релевантна тому уровню злоумышленника, который вас будет атаковать. То есть нужно понимать, что если у вас там, не знаю, небольшая булочная где-то, то АПД-группировка вас вряд ли будет атаковать. И повторюсь, ваш бизнес развивается, наращивается система ИБ. То есть траты должны быть разумны и планомерны. И также хотелось бы сказать, что сейчас на российском рынке появляется услуга киберстрахования. Она постепенно набирает популярность, особенно в условиях пандемии, когда все уходит в электронный формат. И киберстрахование может стать отличным финансовым инструментом для покрытия остаточных рисков. И мы в том числе работаем над тем, чтобы киберстрахование, которое кажется немыслимым и дорогим, было доступно не только для крупных игроков, но и для менее крупных компаний. На этом все. Спасибо всем большое за внимание. Дарья, спасибо. Здорово. Ты только не убегай. Слушай, у меня, знаешь, вопрос был. Вот эти миллиарды, полторы сотни в долларах, громадные суммы, инвестируют в информационную безопасность. И бюджеты ИБ, которые ты показывала. Как думаешь, куда они идут? На каких злоумышленников? У тебя же по модели злоумышленников все разложено. Ну, в основном второй, третий, если по уровням. Это кто? Это, получается, эти энтузиасты, киберодиночки, хулиганы. Это начинающие, с маленькими бюджетами. А вот те миллиарды. Те миллиарды. Так на самом деле оно все накапливается. И, опять же, там цифра была, скорее всего, по США, либо по Европе, либо в Купе. Глобально. Глобально. Но исследование, как я видела, под звездочкой американское. Ну, конечно. Да. И важно понимать, что у нас очень большая разница вообще в подходе и в оценке. У них информация стоит намного дороже. У них одна учетная запись, содержащая персональные данные, стоит 146 долларов. В то время как у нас, ну, в лучшем случае, он будет стоить тысячу рублей. Ну, там штраф, да, от Роскомнадзора? Да, для компании может быть 50 тысяч. Для крупной очень компании. Понятно. Смотри, а вот с точки зрения угроз, ты рассмотрела кейс очень понятный, хороший, очевидный. Но какие угрозы, они, на твой взгляд, формируют наибольший ущерб для организации? Фишинг и шифровальщики-вымогатели. Это вот сейчас прям пик популярности. А-ля моды. Да, слушай, но не буду я тебя пытаться как бы вытащить на эту историю. Но мне кажется, есть же еще и промышленные истории. И там последствия, они прямо в разы-вразы больше. То есть, не дай бог, взрывы, пожары, блэкауты, экология там и так далее. Да, безусловно, это могут быть последствия, которые практически невозможно посчитать. Но, опять же, промышленность зачастую, это еще нужно помнить о том, что это может быть шпионаж, шпионаж иностранных государств, и которые в случае чего ждут просто, когда будет нужно нажать эту заветную красную кнопку. Ну, я тебе и залу сейчас расскажу. Мы результаты голосования по техническим аспектам не выводим, но они интересные. Интересные для меня даже прям неожиданные. Все время там рассказываем, вот не можем риски посчитать. Value at risk в инфобезе это прям какая-то разовая история. То есть, зарабатывает, не зарабатывает. То есть, value at risk, это, по сути, когда мы говорим, что ИБ зарабатывает. Так вот, коллеги говорят, что 27% используют value at risk для обоснования экономики ИБ. Но при этом тоже вот и процент, 12%, процент бюджета IT от выручки используют. Ну и вижу, что меня прям удивляет, 16% ничего не используют. Ну, то есть, прям мы идем к вам, да, где вы, коллеги. И другое, 18%. Коллеги, вопросы? Когда вы говорите о том, что инвестиции возвращаются, вы говорите о том, что, как бы, о взломе, да, об инциденте, как случившемся факте. Но на самом деле это не доказано, что инцидент случится. Ну, то есть, как, например, доказать руководителю компании, собственно, к бизнесу, то, что этот инцидент случится. Он скажет, да нет, меня не сломают. То есть, деньги я должен потратить сейчас на безопасность, а не факт, что, как бы, они мне вернутся. Вот что с этим делать? Ну, если вы не потратите, то, соответственно, уже у вас увеличивается риск того, что инцидент наступит. И тут вопрос в том, наверное, нужно смотреть именно, если у вас там реализована какая-то система защиты, да, то есть смотреть на события информационной безопасности, которые не стали инцидентами, но могли бы ими стать. И, соответственно, здесь уже можно сравнивать, да. Здесь, разумеется, конечно, нужны более длинные временные периоды, да, и наиболее репрезентативные периоды, это пятилетка, да, и чтобы понимать вообще какую-то динамику. Но, скажем, если вы не реализуете, да, то как вы будете предотвращать? То есть у вас просто инцидент есть, у вас, ну, не знаю, там любой комарик будет к вам залетать. Давайте я помогу, да. Нет системы безопасности, нет инцидентов. Не, 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 не так все, не так, не так. Ну, мы же тоже отвечаем на эти вопросы, знаем. Значит, смотрите, два момента. Первый, это вот будет тема сегодня под конец дня, для меня она тоже новая, субъективная вероятность. Коллега из МГУ расскажет, это здорово, я не буду там спойлеры про это говорить, но с точки зрения вот реальной и практики. То есть действительно приходишь к руководителю, он говорит, никогда не было, ничего не будет, тратить не буду. Если прям так правильно, да, там стабильно, то есть подход, называется Threat Vulnerability Risk Assessment или анализ, я уже сейчас не помню. И там суть в том, что мы когда рассматриваем какое-то событие, инцидент, мы его, ну, по сути, верифицируем. Мы берем хакеров, они проверяют, показывают. Вот эти параметры, по которым хакеры смогли это сделать, там, насколько они быстро реализовали этот риск, насколько сложные инструментарии использовали. Вот эти все моменты, они, по сути, нам позволяют сформировать тот набор данных, необходимых для расчета вероятности. Ну, и честно скажу, на практике, когда вот этот руководитель, который говорит, ничего не было, такого не будет, ему приносят отчет, там прям паспорта, не знаю, деньги, ну, смотря что у него, говорят, вот все, вот они все лежат. Ну, то есть это не вопрос, что не будет, это вопрос, что там, к тебе, у тебя все открыто. То есть к тебе придет любой и как бы и заберет, просто до тебя не дошли еще, ты, может, не такой сладкий, интересный с точки зрения злоумышленника. И все, и работает. У вас в презентации, ну, была классификация, ну, угроз, да, вот их пять. Вот, а какая цена вопроса управления рисками по четвертой и пятой категории? Ну, почему вопрос актуальный? Потому что, ну, мы все тут, наверное, большинство субъектов КИИ, ну, и, соответственно, мы хотим защищаться в том числе и вот возможных, ну, таких вот уже более серьезных атак. Цена управления риском вы уже имеете в виду цена внедрения, да, чего-либо? Да, вы там написали, ну, что там вот были классификации, да, там и стоимости, вот, до третьей категории, ну, когда там укус комара, вот это. Да, да, да. А когда вот уже конкретно жахнет, если, ну, как бы вот этим управлять, какая цена вопроса. То есть какой бюджет нужен для того, чтобы там от всех защититься? Ну, да, и вопрос, как вы, ну, вот, как бы, как вы эти цифры получили? Вот, интересно тоже. Ну, там такие вот формулки, там, два-три инцидента, там, почему именно такие цифры, вот, как получили? Ну, на самом деле интересно, если там действительно какая-то финансовая модель, такая, какая-то аналитика использовалась, там, ретроспективная в том числе. Да, это аналитика по нашим заказчикам, да, с которыми мы работаем, и это аналитика, вот, как раз, да, количество инцидентов именно на тысячу человек, да, сколько происходит, то есть из них, то есть мы смотрим события информационной безопасности, да, то есть любые сработки, и потом уже те, которые являются подтвержденными инцидентами, инцидентами со стороны заказчика. Мы сейчас работаем над разработкой такой методологии, и мы ее выпустим, не знаю, успеем в этом году или в начале следующего, но она будет, и там уже будет более подробный про возврат инвестиций написано, и вот такой формат. Ну, а что касается уже защиты от других уровней, да, если вы субъект КИИ, да, там, системообразующая инфраструктура, то тут, разумеется, конечно, в части стоимости это индивидуальные такие расчеты, да, это уже там и АСУТУП туда входит, этот ценник там существенно возрастает, и как бы я ценами не занимаюсь, да, я больше в аналитику, да, поэтому, скажем, минимальные вложения вы видели, а тут, я думаю, они существенно возрастут. Давайте я помогу с ценами на большие. Смотрите, мы иногда разговаривая с руководителями в крупных корпорациях, холдингах, говорим, что в принципе-то и дополнительных бюджетов не нужно, нужно просто взять текущие, а мы так заранее смотрим, а сколько они текущие, они там в сотнях миллионов рублей как минимум меряются. И вот эти текущие направить в нужное русло, на результат и так далее. Но бывают и другие кейсы, когда компания имеет большой технологический и экспертный долг по инфобезу, понимаем, да, ну то есть она ничего не делала. И, конечно, в таких ситуациях для руководителя, для самой компании потребуется прям существенно подготовиться и провести прям существенное инвестирование в эту тему. Но, наверное, для крупника, так вот по статистике, если вспоминается, это 500 миллионов и выше туда, сколько можете себе позволить. Коллеги, давайте еще раз поблагодарим Дарью за отличное выступление. У нас следующие два доклада. Это как раз та вот вариативность, то есть мы переключаемся со стендапа на дискуссию. У нас будет Ренат из джета, инфосистемы джет и Владимир из InnoStage. Во-первых, всем привет. Меня зовут Ренат Сагиров. В джете я возглавляю отдел системы мониторинга информационной безопасности и защиты приложений. В целом мы с командой, как ни странно, занимаемся построением соков. Начинаем от проектирования и заканчиваем вывода соков production. Причем мы и внедряем средства для соков, различные балалайки, начиная от CM, заканчивая RP и TIP. Так и выстраиваем процессы. Сегодня я хотел бы поговорить про гибридные соки, что это такое. И немножко про гибридный быстрый сок, что это такое, зачем мы его придумали. В целом, я думаю, когда вы уже начинали строить соки и вы сталкивались с проблемой, с чего начинать. И находили все ответы, что нужно начинать с определения задач, что должен делать ваш сок. То есть определить какой-то каталог сервисов, разработать некую сервисную стратегию и уже дальше определять компоненты. Определить, какие вам технологии нужны, определить, какие процессы нужны и понять, кто же все это будет, все это безобразие реализовывать. И если с этим уже сейчас мы наблюдаем, что заказчик определяется и понимает, что ему необходимо делать, то вот с дальнейшим вопросом выбора модели сорсинга, то есть какой вариант ему выбрать, ин-хаус, облачный вариант, либо же гибридный. Есть некоторые проблемы и на проекте мы стараемся заказчику задавать ряд вопросов, причем достаточно комплексных, которые помогли бы ему определиться, какую модель сорсинга его выбрать. Причем опираемся не только на контекст, на IT-ландшафт, понимание области мониторинга, и опираемся не только на финансовые показатели, но в целом вот на слайде представлены четыре вопроса, которые мы чаще всего задаем заказчику. Первый касается вопрос уровня доверия. Готов ли заказчик полностью довериться провайдеру, который будет оказывать эти услуги? То есть готов ли заказчик использовать и технологии, и процессы MSP провайдера? И не боится ли он в случае, если их дороги с провайдером разойдутся, не боится ли он остаться совершенно один без какого-то корреляционного контента, возможно, без каких-то процессов? Второй вопрос, и это в части процессов. Когда мы проектируем соки, я всегда заказчикам говорю, что процесс – это те же самые технологии. Их мало… процесс мало нарисовать на бумажке, закрепить это каким-то регламентом и сказать, все, я сделал, поехали. На самом деле здесь нужно и спроектировать этот процесс, и также долгая история про внедрение. То есть нужно обкатать этот процесс на каких-то тестовых кейсах, обучить персонал этому процессу и определить, соответственно, временные метрики какие-то понятные. И тут вопрос, а готов ли заказчик к этому, осознает ли, какие ему необходимы ресурсы, есть ли у него, соответственно, эти ресурсы на это. Третий момент. Здесь уже всем прекрасно известно то, что сокоспециалиста легко найти и также легко потерять. Плюс его необходимо периодически обучать. Соответственно, вопрос, где найти и готовы ли мы заниматься так этим долгом. Ну и последний вопрос – это про время. В целом, ну даже в среднем, да, как-то внедрение, построение Security Operation Center занимает около года. Ну это в основном история про инхаус. Какие-то аутсорсинговые истории, да, тут может быть полгода. Но в любом случае, готов ли заказчик ждать так долго первых результатов. И вот в дальнейшем я расскажу, что гибридный сок отвечает полностью именно в комплексе на все эти вопросы и подходит именно, если мы начинаем задавать эти вопросы, подходит именно заказчику. Но прежде чем перейти к следующему слайду, я бы хотел дать немного статистики. В целом мы сейчас наблюдаем некий сдвиг. У нас где-то две трети заявок на построение Security Operation Center относятся к гибридному соку. И в целом за последние два года у нас в портфеле уже 8 проектов гибридных сок, которые либо реализованы, либо сейчас вот в процессе завершения и выхода в продакшн. Немножко про гибридный сок напомню. Мы определяем, что гибридный сок – это когда технологии у заказчика, а все сервисы, которые вы определили для сок, реализует MSP провайдер. Соответственно, существует несколько архитектур именно технологических, как реализовать гибридный сок. Самая простая и банальная – это внедрить у заказчика CM и дальше уже синтегрировать с технологической платформой MSP провайдера. Ну, в частности, на слайде приведен SWAR. У нас в JetCert примерно такая схема реализована. Но есть еще второй вариант сложный, когда мы у заказчика реализуем и CEM, и SWAR, и дальше уже интегрируем и нашу SWAR-платформу, с SWAR-платформы заказчика. У нас есть такой кейс. Это не самый банальный кейс. Нужно заставить два SWAR-решения быть синтегрированы и работать в едином процессном поле. Мы про этот кейс расскажем завтра. У меня коллега выступает в сессии сок в промышленных компаниях. Приходите, я думаю, там будет интересно. Как раз про этот кейс мы в том числе затронем. Какой итог по этому слайду? Вспоминая первый вопрос, который я задал, при гибридном соке вы получаете все технологии у себя и весь контент, в случае, если ваши дороги с MSSP провайдером по каким-то причинам разойдутся, весь контент, корреляционная база, процессная база, все остается у вас. Касательно процессов. Как я уже сказал, процессы – это такие же технологии. Так же долго выстраивать, так же долго внедрять. Но в случае с гибридом MSSP провайдер приходит к вам с уже отработанными, выстроенными процессами. По факту вам нужно лишь определиться, что нужно сделать с результатами деятельности MSSP провайдера. Конкретно если рассматривать процесс управления инцидентами, то вам нужно лишь изучить, проанализировать аналитику от MSSP провайдера и поставить, нарезать, скажем так, задачи для eBay, IT-подразделения. В целом это касается любого процесса. И если вы переживаете за качество, то MSSP провайдер приходит с понятными метриками и понятными временными характеристиками, в том числе и с SLA. Сок-команда. В принципе при аутсорсинговой схеме, когда мы проектируем соки, мы всегда говорим, ребята, вам нужно два человека. В целом достаточно одного, но мы всегда помним, что есть force majeure, есть такие различные истории, как отпуска. Поэтому давайте лучше всего, чтобы это было два человека. Но при этом самое важное, что этих двух людей можно выделить из текущей команды. А вот в случае, если это будет вариант in-house, то минимально это шесть человек. И это еще не учитываем, что где-то 20… если у вас режим работы будет 24 на 7, там бывает и больше. Но опять-таки шесть человек это с учетом force majeure. Но есть одно здесь но. Но в целом вы можете мне сказать, есть же сейчас автоматизация. Автоматизация позволяет сократить нам ресурс на это. Я скажу вам, да, есть, я с вами согласен. Автоматизация это круто. Давайте двигаться в сторону автоматизации. Но когда мы реализуем проекты в части построения SWAR, внедрения SWAR платформ, то мы замечаем, что заказчик пока не готов к полной автоматизации. Да, он готов отдать какие-то задачи по обогащению, какие-то задачи по классификации. Но активное именно реагирование, которое позволяет снизить количество персонала, он пока не готов в силу того, что еще недостаточно понимает свою инфраструктуру и не знает, а если я сейчас нажму волшебную кнопку остановить хакера, а не придет ли ко мне топ-менеджмент и не даст мне по голове. Поэтому автоматизация, как я уже сказал, это хорошо, но давайте двигаться туда, при этом помнить, что нам нужно продолжать мониторить и нам необходимо все равно все эти люди, чтобы они обрабатывали инциденты. Наконец-то я перехожу к теме основной, гибридный быстрый сок. Я сейчас расскажу здесь достаточно быстро, ну такой немножко каламбур, да, гибридный быстрый сок я расскажу быстро. Вообще почему эта история родилась? Сейчас есть небольшой сдвиг, не сдвиг, а есть концепция, да, у бизнеса, time to market. И заказчик с каждым годом хочет снижать вот этот тот самый time to market. И если наши коллеги из IT уже в целом приноровились к этой истории и внедряют какие-то свои новые парадигмы технологии типа девопса, и EBA тоже начинается потихоньку увлекаться в эту историю, появляясь вот этот девсеквопс и тому подобные истории, то вот совершенно недавно за последний год мы получили где-то три запроса. Мы, ребят, не хотим долго ждать сок, когда он будет давать первые результаты. Даже полгода нас не устраивает. А вы можете внедрить сок, и мы начнем получать первые результаты через два месяца. Мы посовещались и поняли, что да, в целом можно. Можно тоже придумать новую парадигму, ведение проекта, чтобы это не было как waterfall, классический проект. Мы прообследуем, спроектируем полностью целевую картину, внедрим эту целевую картину, потом только пользуйтесь. Поэтому сейчас мы предлагаем, что мы внедрим гибридный сок за 30 рабочих дней. Причем заказчик получает за 30 рабочих дней, через 30 рабочих дней получает первые результаты. И самое важное, что он все равно остается с высоким уровнем качества, потому что вторым этапом мы продолжаем развивать эту инсталляцию в рамках этого же договора. При этом параллельно у него уже работает наш сервисный сок JetSirt. А мы докручиваем инсталляцию Сьема до целевого уровня. Что нам позволяет сделать сок за 30 дней? Ну, во-первых, на первом этапе создания базовой конфигурации мы подключаем только самые базовые источники, которые есть в принципе у всех. Это антивирусное ПО, это межчатевые экраны и контроллеры домена. На основе событий с этих источников мы настраиваем базовые сценарии, которые направлены на выявление компрометации учетной записи, хостов, злоупотребление какими-то административными правами и выявление вредоносной активности на хостах и в сети. Но при этом также, учитывая свой опыт, мы сразу заказчику выдаем технические требования по стилам взаимодействия и как нам необходимо настраивать аудицию источников событий B. В целом заказчик уже на старте проекта начинает со своей стороны тоже некую часть работы. Окей, гибридный быстросок рассказал в целом про гибрид и небольшое такое резюме. Еще раз, да, при гибридном соке вы получаете готовую in-house технологическую платформу с настроенным корреляционным контентом. Вам не страшно, если MSP провайдер, если ваши пути с MSP провайдером разойдутся. При гибридном соке вы получаете отлаженные процедуры. Также при гибридном соке вы получаете команду профессионалов. И что самое важное, вы можете учиться у этой команды профессионалов, реализовывать эти процессы, поддерживать эту технологическую платформу. Ну и четвертый пункт. Вы первые результаты от вложений видите уже через 30 рабочих дней, как мы вам показали. Завершая свое выступление, давайте про экономику немного поговорим. Проектируя соки, периодически мы заказчику считаем общую стоимость владения, причем считаем как в разрезе трех моделей, так и по отдельности. И в целом, если рассматривать где-то 5 лет, там 5-6 лет, то общая стоимость владения для инхауса сока получается ниже, чем для всех аутсорсинговых историй. Это интересная математика, но так действительно есть. И когда мы с заказчиком проговариваем этот момент, заказчик говорит, блин, хочу перейти в инхаус. Соответственно, но сейчас я не готов тратить столько, сколько требуется. Поэтому мы всегда предлагаем вариант промежуточный, это гибридный вариант, потому что при переходе с гибрида на инхаус вам необходимо лишь будет только по факту потратиться на команду. Но при этом самый важный момент, что при гибридном варианте вы можете потихоньку, помаленечку забирать какие-то функции от VOM SP провайдера. И, собственно, у нас сейчас такой кейс есть. Мы начинали с первой, со второй, третьей линии, с полноценного аутсорсинга. Заказчик потихонечку начал выстраивать свою первую линию и забрал первую линию на себя. На слайде приведена, в принципе, экономика, чтобы по циферкам совпадало, что на пять лет инхаус действительно получается выгоднее. Здесь важный момент, что здесь мы считали только на CM без развития новых, появления новых сервисов типа IP и TIP. Есть мнение, что, в принципе, ebay – это статья затрат. Но это не так. И сегодня с утра на планерке рассказывали, рассказывали, что, в принципе, ebay приносит некую пользу. Я вот на слайде расположил эту пользу, начиная от самых простых моментов. На мой взгляд, самое понятное и простое – это история про монетизацию сервисов. То есть если вы строите у себя сок, то вы можете, в принципе, его продавать как внутри у себя, как сервис, так и выходить наружу. У нас есть такой заказчик, мы ему разрабатывали стратегию сока, и одной из целей была монетизация сервисов информационной безопасности. То есть мы сначала строим сок, строим сок внутри себя, а потом выходим уже на весь холдинг. Второй пункт. Достаточно спорный, но возможно. Снижение затрат на персонал. Здесь нужно будет прикинуть, а если не будет вашего сока, не будет всех каких-то технологий автоматизации, не будет людей, которые смогут, обученных людей, которые смогут обрабатывать эти инциденты, а сколько вам придется потратить на персонал, чтобы реализовывать все эти процессы, которые будут реализованы за счет автоматизации и обученного персонала. И самое сложное – это снижение возможных потерь от бизнеса. Вот здесь начинается магия. Рома сегодня уже говорил про недопустимые потери. У нас был кейс года два назад, когда мы пытались обосновать… Ну, мы построили сервис сок, и заказчик хотел его продавать наружу, и он просил нас обосновать затраты на, собственно, этот сервис. Мы понимали, что умеет делать сок, какие угрозы, реализацию каких угроз он выявляет, и пошли общаться с бизнесом. Мы на той компании, которая являлась заказчиком сока, и пообщались с бизнесом, определили вот те самые недопустимые потери, недопустимые события, прошу прощения, и уже определили, а как возможно вообще реализовать это, возможно реализоваться это недопустимое событие. И замапили их на наши сценарии, которые позволяют выявлять эти события. Также нам бизнес предоставил стоимость вот этих недопустимых событий, и мы прикинули и смогли понять, что сок вот выходит на окупаемость, вот конкретно для этого заказчика, конкретно с этими угрозами, выходит в окупаемость где-то через 3-4 года. То есть через 3-4 года окупаемость выходит в плюс. Но тут, кстати, был вопрос интересный. А за что платят деньги? У меня есть как бы альтернативный ответ такой. Я отвечу цитатой из фильма, о чем говорят мужчины 3. Там, когда Саша Демидов общался со своим другом и просил у него денег взаймы, в конце была фраза, что я тебе эти деньги не даю в долг, я покупаю свое спокойствие. Соответственно, бизнес тоже, можно сказать, покупает свое спокойствие о том, что не реализуются вот те самые потери. Ну и в завершение я тут больше такие три, наверное, мотивационных блока скажу. Сильная команда действительно залог успеха. Получать первые выгоды от внедрения сок возможно, и возможно через 30 рабочих дней мы показали вам это как. Ну и да, путь действительно тернист, но дорогу осилит идущий. Коллеги, всем спасибо. Ренат, спасибо. Коллеги, у нас будут два доклада, потому что темы комплементарные. Потом мы поговорим, позадаем вопросы. Единственное, вот короткий, на правах модератора. Вот эта история с гибридными соками, ну и вот такая экономическая составляющая, она сейчас популярна? То есть это какой-то некий тренд или как? Ну да, действительно. Вот как я уже сказал, за последние два года мы действительно, у нас где-то 8 проектов, причем они такие где-то берут полностью, да, полный фарш, то есть берут и мониторинг, и реагирование, и все вот эти экспертные функции. А где-то заказчик говорит, нет, ребят, у нас есть первая линия, но давайте вы будете нам некой помощью. И в целом вот за два года у нас действительно две трети заявок на построение сока, это гибридная история. Супер. Владимир, пожалуйста, расскажи нам, что у тебя по сокам. Я знаю, у тебя прям с другой точки взгляд. Соответственно, сегодня хотел бы вам немножко рассказать про ключевые затраты на сок. Да, то есть все мы говорим сок-сок, и в последнее время наличие сока, это уже не опция, да, для защиты любой современной компании, для защиты ее IT-активов от злоумышленников, от целенаправленных атак, от широких атак, и коллеги здесь очень хорошо сегодня и на этой секции, и в целом на форуме про это говорили. Но то, что сок фактически уже является неким must-have, да, бизнес-требованием, а не опцией, это еще не означает то, что нам, вам дадут на него денег столько, сколько нужно и вообще дадут. Исходя из этого возникают очевидные вопросы. Для того, чтобы получить деньги на сок, нужно в первую очередь определить, какой же уровень защиты должен предоставлять центр кибербезопасности сок. Нужно понять, из каких компонент складываются затраты на сок, и нужно на самом деле, да, стремиться сделать свой сок экономически эффективным, ну, потому что все мы стремимся к эффективности. Вот, и сегодня я как раз хотел рассказать вам подход для определения таких ключевых затрат. И в первую очередь хотелось остановиться на уровнях защиты, которые должен предоставлять наш сок. Мы разделили эти уровни защиты на четыре вида. Сейчас немножко подробнее про каждый из видов. В самом низу у нас находится так называемый базовый сок. Это история, наверное, которая, ну, в большинстве случаев, количество реализации таких историй, как бы, вот, больше всего то, что мы видим по рынку. Это когда у вас внедрили СИЭМ. Это когда, ну, либо у нас внедрили СИЭМ. Когда есть какие-то люди, специалисты, у нас есть дежурная линия, которые начинают обрабатывать инциденты. В СИЭМе что-то настроено, подключено, как правило, из коробки какие-то источники, что-то дорабатывается. Ну, то есть, как правило, такой сок работает с некими базовыми инцидентами, с некими базовыми событиями. Каким-то образом, скорее, наверное, сообщает. Вот. И, ну, как правило, если есть такой инцидент, если есть действительно серьезный инцидент, то сок здесь уже начинает больше работать после него, чем видеть, чем предотвращать. Следующий уровень – это уровень улучшенного, так называемого, сока. Он характеризуется наличием дополнительных технологий. То есть это такие технологии, как NTA, такие технологии, как XDR. В данном соке у нас уже появляются как бы отдельные команды, отдельные люди, которые работают не только с СИЭМ, но и которые работают и с этими технологиями. И таким образом видимость такого сока улучшается, и, соответственно, качество его работы тоже улучшается. То есть, как правило, такой сок что-то видит, но, тем не менее, не все. Иногда он прям молодец, иногда не очень. Сок продвинутого уровня. Что же такое продвинутый сок? То есть это сок уже следующего уровня, в котором начинают появляться такие истории, как thread hunting, то есть отдельная команда, которая проверяет гипотезы, которая пытается найти те угрозы, про которые мы еще не знаем, то есть не по заданным сценариям. В этом соке появляются истории, связанные с thread intelligence, то есть когда, опять же, у нас появляется отдельная команда, которая работает над данными в угрозах и делает так, чтобы аналитики, те, которые работают на линии, те, которые работают в дежурной смене, не были завалены большим количеством ложных инцидентов. В таком соке появляется интеграция между системами, появляется базовая автоматизация, и в таком соке появляется либо своя красная команда, либо привлеченная красная команда для контроля его качества и для проверки того, что действительно такой сок функционирует, что он реализует свои задачи в полном объеме. Ну и, наконец, самый старший уровень, который можно себе представить, это сок профессиональный. Что же это такое? Это сок, наверное, в первую очередь, в котором люди занимаются, люди, аналитики, специалисты занимаются именно тем, чем и призваны заниматься люди, то есть принятием решений. То есть этот сок характеризуется большой степенью автоматизации, этот сок характеризуется наличием различной широкой аналитики, наличием дополнительных технологий, таких как машин ленинг. Он глубоко интегрирован в IT-инфраструктуру, у него есть все средства автоматизации, оркестрации. Разумеется, этот сок продвинутый, у него есть метрики, которые позволяют нам замерить, сколько мы тратим на технологию, сколько тратим время на выявление, сколько тратим время на респонс. И, наконец, в качестве проверки эффективности такого сок применяются киберучения, когда привлекаются независимые команды, независимые команды, как правило, от нескольких поставщиков, которые в том числе позволяют убедиться руководству компании, руководству сока, то, что заданный уровень защиты поддерживается. Мы проговорили про уровни сок, а теперь из чего же состоят затраты на сок. Здесь, наверное, никаких секретов ни для кого я не открою. То есть сок – это затраты в первую очередь на персонал. Все мы знаем, как сейчас тяжело с персоналом, и на этой конференции уже несколько раз много кто рассказывал, что, да, это прям проблема, что людей не хватает. И если мы собрались строить сок, нужно учитывать, что даже на набор команды, на ее подготовку нужно время. Следующее. У нас есть люди, нам нужны инструменты. Это CM, ERP, XDR, NTA и так далее. Все, о чем я говорил на предыдущем слайде. Для того, чтобы инструменты работали, нам нужно их внедрить, нам нужно их сопровождать, нам нужно их поддерживать. И это затраты на работу. Тоже прямые очевидные затраты. Затраты на сервис, наверное, тоже очевидны. Это затраты на различные экспертные сервисы, такие как расследование инцидентов, такие как реверс инжиниринг, такие как красный трафик, red teaming. Ну и время, да. Про время я уже проговорил, но при этом следует учитывать, что с точки зрения затрат, если бизнес… Да, и на этом слайде, собственно, как раз представлен пример прямых затрат на сок на основе организации с пятью тысячами сотрудников. То есть здесь тоже достаточно все просто и линейно, чем выше у нас уровень сока, тем у нас больше затрат. Да, и время. Время на самом деле тоже очевидно, что чем выше у нас уровень сока, тем, соответственно, тем, соответственно, больше времени нам нужно потратить на его создание. И если на базовом уровне мы можем создать и запустить сок за месяц, то для того, чтобы достигнуть профессионального уровня, нам нужны уже годы. И здесь вот та самая важная ремарка, про которую я хотел сказать, но еще не сказала, сейчас скажу. Собственно, здесь как время, это тот же самый ресурс, который бизнес оценивает. И делая затраты в сок, разумеется, бизнес хочет получить результаты явно не через несколько лет. Поэтому при формировании и учете затрат на сок такой важный параметр, как время, тоже необходимо учитывать. Это прямые затраты, с ними, наверное, понятно. Но кроме прямых затрат, необходимо учитывать и косвенные затраты на сок, те затраты, про которые иногда мы все забываем. А на самом деле они важны. Что относится к косвенным затратам? Это, собственно, затраты на организацию контроля самого сока. В компании появляются новые подразделения. Этим подразделением необходимо управлять. Его деятельность необходимо организовывать, контролировать. В компании появляется новое подразделение, которое тоже интегрируется в IT-инфраструктуру. Пользователи с ним должны работать. И время на сопровождение обучения и затраты на сопровождение обучения при реализации сок тоже нужно учитывать. Наконец, сок – это не просто автономное существо, которое может жить и приносить пользу где-то там отдельно. Создание, внедрение сок требует глубокой модернизации, усложнения процессов компании. И это тоже важный момент. Кроме того, при создании сока такие косвенные затраты, как превентивные меры. То есть сок не может контролировать, защищать инфраструктуру, в которую не вложены исходные, у которой не достигнут исходный базовый уровень защищенности. Это тоже нужно учитывать при расчете затрат. Ну и, наконец, допустимые потери, и они же резерв. Это тот самый пример, про который коллеги сегодня говорили в своих выступлениях, что когда у нас заданный уровень защиты не достигнут, предприятие все равно вынуждено тратить средства на устранение последствий, наверное, уже инцидента. Простой пример зашифровался компьютер. Вот. И для того же нашего примера, то есть для организации на базе из 5000 сотрудников расчет косвенных затрат на различные виды сока. Здесь уже не все так линейно. То есть, как видно, да, действительно сохраняется тенденция для ряда затрат, что затраты такие, как организация контроль, сопровождение, обучение, модернизация, чем выше уровень защиты сок, тем выше, соответственно, затраты. Но при этом картина, например, с превентивными мерами, она в целом не зависит от уровня защиты сок, поскольку это больше, наверное, свойства защищаемого объекта, контролируемого объекта, а не самого сок. Ну и, наконец, допустимые потери. Чем уровень защиты сок выше, тем, соответственно, и допустимые потери для нашей организации ниже. Ну и, наконец, у нас есть прямые затраты, у нас есть косвенные затраты на сок. И, исходя из этого, мы можем посчитать то самое TCO, совокупные затраты на центр кибербезопасности. Для нашего примера, здесь тоже уже приведены некие обобщенные расчеты для той же самой организации на базе 5000 сотрудников. И здесь получается интересная картина, что не всегда самый дешевый сок с точки зрения прямых затрат является самым эффективным с точки зрения совокупных затрат на его содержание. Но и обратная история, что самый крутой, самый навороченный, самый профессиональный сок тоже не всегда является самым эффективным с точки зрения совокупных затрат. И баланс находится где-то посередине, то есть на уровне как раз продвинутого и улучшенного сока. В целом, наверное, все. Мы неспроста, в принципе, я неспроста позвал вас вдвоем одновременно, потому что у вас прекрасные компании, свой индивидуальный опыт построения соков, в общем-то и доклады, гибридные, внешние, внутренние, а здесь именно с точки зрения функционала, назовем так, соков. Мне кажется, во-первых, это все дополняет друг к другу. Во-вторых, те цифры, которые вы показывали, это как раз те параметры, которые нам нужны для расчета возврата инвестиций в частности. Да и, в принципе, хотя бы то TCO, которое здесь есть, это тот наглядный пример, что его посчитать-то можно. Начну я, Ренат, с тебя, потому что ты немножко отдохнул, пока я его рассказывал. Знаешь, вот весь твой доклад, крутилась одна мысль. Вот вроде все понятно. Ну гибридный там, капекс, опекс. Кстати, возникла мысль, что капекс, опекс, они по-разному компаниями воспринимаются. Кому-то надо прям опекс, кому-то капекс. И это тоже такая игра для бизнеса. Очень интересная может быть. Но вопрос был в том, что, ну смотри, вот весь мир идет куда-то в подписки. Машины по подпискам, там все по подпискам. Ну как так? А здесь-то почему у нас не подписки? Что думаешь, вот какие перспективы у развития соков, неважно, там гибридных, внешних, вот куда они придут? Может не сейчас, может быть там ближайшие 5-10 лет. Все-таки что у нас будет? Гибридный, внутренний, внешний? Но мне бы хотелось, чтобы это сошло в сторону гибридного варианта. В целом действительно все в подписках. Я тут постоянно пользуюсь там YouTube, неважно, да, все эти медиаподписки, те же каршеринги, несмотря на то, что там есть машина, да, все равно пользуемся. Я все-таки верю, что мы перейдем к какую-то сервисную историю, понятную сервисную историю в силу нескольких причин. Во-первых, кадровый голод. Здесь вот совсем все очень плохо. Я там говорил, да, трудно найти, легко потерять. Все это понятно. При этом еще хочется сосредоточиться на чем-то еще. То есть если мы там начинаем строить свой хаус сок, то нам надо людей найти. Давайте мы все будем у себя эти компетенции сосредотачивать, сами будем на это тратиться. Но при подписке, да, там условно, там, неважно, гибридный либо аутсорсинговый вариант, все-таки ты можешь параллельно что-то другое, там, какую-то другую гайку покрутить, которая тебе может быть даже ближе и интереснее. Все-таки все мы люди разные. Кому-то интересно там CM крутить, кому-то интересно там DLP только смотреть. Кому-то решение принимать. Кому-то решение, да, принимать. Поэтому если нет кадров, если интересно что-то другое, то сервисный вариант – это интересное решение такое. Понятно. Ну так, уклончиво. Ну да. Слушай, ну мне кажется, что если покопаться, поковыряться, вот ты даже оговорку сделал в докладе, что без учета там различных инноваций, дополнений и так далее. А мы же вот, опять же, я как-то к реальной жизни это все применяю, машина, да, подписка. Там же фишка в чем? Ты, во-первых, ничего не делаешь, только на ней ездишь, получаешь удовольствие, да. А еще она у тебя как бы и новая каждый раз. То есть и внешне, и там по дизайну, и так далее. И когда начинаю думать, хорошо, а вот здесь-то у меня новая каким образом, да, появляется. То есть я закладываю в этот расчет, мы знаем точно там каждый год, ну точно раз в два-три года у нас выходит как-то новое средство. Там был ARP, стал SAAR. Ну я имею в виду бумы, да, пики, еще что-то. А вот я буду хотеть его использовать как сок, да, и как у меня TSEO поменяется. Вов, что ты думаешь вот про перспективы гибридных сервисных подписок? Куда идем? Ну, да. Идти, наверное, на самом деле нужно, понимая и задав себе вопрос, вот, а нужен ли нам сок in-house, да? Готовы ли мы на самом деле заниматься всем вот этим вот, если это для нашей компании непрофильно. Да, то есть действительно воспитать себе команду, удержать ее. То есть, наверное, по расчетам in-house сок, там в перспективе пяти лет, ну по цифрам выглядит привлекательно. Но вопрос, а сколько вам нужно будет усилий, сколько средств, то, что нельзя посчитать на старте, затратить на то, чтобы действительно через пять лет у вас сок был и функционировал. Поэтому с этой точки зрения гибридная история, она, мне кажется, наиболее правильной. То есть есть ряд сервисов, которые нужно, можно отдать поставщику. Есть core сервисы, core задачи, которые нужно оставить у себя. Ты знаешь, твой ответ напомнил мне историю. Лет пять, наверное, назад был в России здесь на конференции Гартнера, а он был не ИБшный и даже не айтишный, там какая-то бизнесовая была тусовка. И суть была такая, что для бизнеса крайне важно в определенный момент начать отказываться от тех сервисов, тех внутренних функций, которые не приносят деньги. И мне тогда казалось, слушайте, ну правда, так очевидно, это прям облегчает бизнес, это придает ее динамики бизнесу. И в общем-то я с этим настроем как так и жил, и здесь укладывается история с гибридным, с внешним. Но вот сегодня или даже при подготовке к сессии начал закладываться такой вопрос, а если у нас ИБ, ну безопасность, ИСОК как инструмент действительно приносит прибыль. А может быть здесь уже я посмотрю прям по-другому. То есть от всех непрофильных, неприбыльных функций я отказываюсь, а здесь уже действительно парадигма меняется. И это вроде как откликается нашей такой российской душе, что мы вот эту нашу ИБ-шечку родную, и там все секретно, мы ее никому и никогда не отдадим. Слушайте, второй вопрос. Тоже оба доклада у меня присутствовали. Вот, Вов, ты считал эту историю как? На внешний, на внутренний? Вот эти уровни зрелости? Этот расчет был именно на внутренний. На внутренний. А вот мне очень интересно, я сейчас не призываю быстро считать, но если что сказать, вы прям скажите. Вот если соединить эти подходы, то есть мы понимаем уже, видим экономику и математику различных моделей, и мы видим уровни зрелости. То есть мы понимаем, да, то есть какой нам уровень, куда нужно. Вот что это может нам дать? Может это вот как раз комплементарная составляющая? Ну, если эти подходы соединить, то это нам как раз даст ту самую экономическую эффективность, про которую мы и проговорили, да? Вот я вот так вот выкручусь, извини. Ренат? Ну, честно говоря, я вопрос не очень понял. Можешь как-то по-другому его перефразировать? По-другому. Давай, давай, по-другому. Где-то, знаешь, в глубине мысль такая. Сейчас же вот модно всякие дизайн-синкинг вещи, лин, различные применения подходов. И вот мне очень нравится, да, то есть как там waterfall, мы машинку рисуем, колесико там, капотик и так далее. Вот в конце нарисовали. И вот эти все современные гибкие подходы, когда мы раз там, и какую-то кривую, но машину. И она едет. И я вот тут думаю, там у Вовы хорошо написано, вот есть базовый, есть там такой уровень, а у тебя, говорится, можем начать там с out-source, что-то внутрь поставить, что-то внутри. И на самом деле где-то внутри возникает ощущение, что соединение вот этих подходов с точки зрения модели, получение уровня и дает нам в соках, в информационной безопасности вот сразу эту машинку, которая может ехать. Ну не сразу, постепенно, я бы сказал, наверное. За 30 дней. За 30 дней, да, которая поедет, но не будет там наворотов типа подогрев сидения, подогрев руля, да. Но со временем это будет. Если все зависит от твоих предпочтений и целей дальнейших. Слушайте, у меня еще был вопрос один про целеполагание. Вот мне кажется, образ результата, когда мы выбираем модели построения сок и в том числе вот его функционал, это же очень важно. Поделитесь какие-то вот случаи жизни и вообще как вот выбрать, а мне какой сок нужен? Гибридный, экспертный, профессиональный? От этого же денег зависит очень много. Здесь, наверное, нет простых ответов на эти вопросы, но есть, наверное, путь, который нужно пройти. То есть можно долго заниматься математикой, то есть расчетами, использовать различные методики, получать аналитику западную, нашу. Вот, но на наш взгляд, по нашему опыту самый правильный путь – это сделать прототип, запустить его, запустить на ограниченном каком-то объекте и проверить гипотезу, как это сейчас модно говорить, у себя прямо на действующем образце. То есть по результату понять, действительно, понять где-то экспертно, возможно, какие затраты потребуются, а где-то прям подтвердить по результату этого эксперимента на основе полученного прототипа. У меня вот про целеполагание есть два кейса буквально в этом году. Первый, я уже в рамках своего доклада рассказывал, у заказчика цель – монетизация сервисов информационной безопасности. В первую очередь через сок. И вот здесь в части, какую модель ему выбрать, я, наверное, пошел по пути, про которую рассказывал Владимир, там вот это самое максимальное уровень профессиональный. Я в сервисную стратегию засунул, наверное, все сервисы на свете, начиная от мониторинга. Там были такие дикие истории типа анализ поверхности атаки периодически, там были истории про полный red team, бесконечный и бесконечный red team для заказчиков, в том числе этих сервисов. Тот же brand protection. Ну то есть вот цель была монетизация сервисов ИБ. Окей, давайте мы… На чем мы можем зарабатывать денег? Давайте вот на всем, что мы можем вообще в принципе. А есть второй заказчик. У него цель была… Ребят, нам надо просто сообщать в корпоративный центр госопка про инциденты. То есть по факту это история про compliance. Ну окей, зачем тогда им туда наворачивать RP? Зачем им наворачивать в принципе TIP? Да, мы понимаем, что, наверное, TI – это круто, полезно, да, какие-то инциденты помогают выявлять. Но у заказчика на текущий момент мы хотим просто выявлять какие-то инциденты у себя в инфраструктуре. Окей, вот вам стратегия на три года, как вы будете развивать свою область мониторинга внутри, ограничиваясь только CM. Ну то есть получается здесь у него базовый какой-то функционал. И в целом ему тоже ок от этого. Хорошо. Давайте, коллеги, в зале какие-то у вас вопросы, что-то хотите узнать? Микрофоны открыты. Пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос к первому докладчику. Он заключается в следующем. Вы говорили, что уходите от классической модели при внедрении гибридного быстросока, так называемого. Но в моем понимании классическая модель, то, что вы предлагаете, это как раз-таки нам всем понятный пилот. То есть когда вы внедряете какую-то небольшую часть, и если заказчик устраивает решение, то это перерастает в некий коммерческий проект. В чем же отличие классического подхода от вашего? Да, здесь есть такая история. Кажется, что пилот, но пилот же он скоротечен, там месяц, например. Но чаще всего, ладно. То есть здесь, когда вы за 30 рабочих дней, вы получаете уже готовую инфраструктуру, которая остается у вас с корреляционным контентом, и целый год вам оказывают услугу на этом контенте, плюс через какой-то момент, условно через 90 рабочих дней, минимальное время, вы получаете еще наворот на эту историю. То есть вы получаете свою целевую картинку, что Сием должен выявлять. Это главное отличие, на мой взгляд, от пилота. Все-таки в пилоте вы имеете ограниченную область мониторинга, которую вы не сможете в дальнейшем развитии, не сможете получить какую-то понятную услугу на протяжении длительного времени. Мне кажется, еще важно, а кто дальше после пилота поддерживает. То есть это такая большая сложная история, которую пропилотировал, ушел, и все, и она остановится. Как правило, хороший пилот переходит дальше в коммерческие реальные кейсы. Понятно. Можно из пилота начать, если он переходит в коммерческие кейсы. Коллеги, большое спасибо. Спасибо. Вы, я знаю, очень постарались. Вот это все, мне кажется, как модное слово, выйти из зоны комфорта. То есть я знаю, что вы большие специалисты по сокам, свои там блютимы тащите, участвуете в различных мероприятиях, и тут прям после этих кейсов, инцидентов, киллчейнов надо было рассказать какие-то цифры, математика, зачем она нужна. Слушайте, это здорово. Большое вам спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо. Смотрите, тоже интересная история. Был вопрос о том, как оценивается экономическая эффективность проектов. И получается, что по совокупной стоимости, вот по TCO, у нас 25% респондентов используют этот параметр. Но что еще интересно, по стоимости нивелированных рисков. Вот прям действительно пора более активно, мне кажется, включаться в историю различных мат-моделей. Видимо, они используются, используются хорошо. Ну и тоже здорово по достижению результата. То есть, когда мы уже говорим не про экономическую эффективность, а действительно про конечный, целевой результат его достижения. Ну и 15% у нас никак не оценивают. У нас Алексей Комаров, Уральский центр систем безопасности. И Алексей Шахлевич, Алгасек. Ой, Александр, прошу прощения. Добрый день, коллеги. Смотрите, у нас вторая группа. Здесь мы уже от больших этих соков перейдем, насколько я понимаю, к более адресным, точечным историям по средствам защиты. Коллеги, ну да, меня действительно зовут Алексей Комаров. Это так. Приятно начинать с правды. Но дальше тоже будет правда. Рассказать на самом деле мне сегодня хотелось бы, конечно, о том подходе, и я не повысить это слово революционным, который мы предлагаем в вопросах автоматизации не только управления вопросами информационной безопасности, ну и автоматизации самих СОАР, систем их создания. Но строгий, справедливый модератор Роман потребовал, чтобы все, о чем мы сегодня говорим, шло через призму денег. Поэтому и рассказывать о наших технологиях, о нашем подходе я буду все время держа в уме деньги экономику. Я не специалист в экономических науках, поэтому для меня все очень просто. Говорим про экономику, значит, и подразумеваем деньги. Пример. Американский, в долларах, компания Splunk, свежие исследования 2021 года. Здесь измерение возврата инвестиций на внедрение системы СОАР. То есть, ну, наверное, к сожалению, у меня не было возможности сегодня послушать все пленарные доклады, тем более у нас было распараллеливание после их окончания. Но вопрос о том, а нужно ли внедрять СОАР-систему. А действительно они ли дают такую высокую отдачу, как про это все рассказывают. Он, на самом деле, наверное, сегодня уже никого там не вызывает сомнений. СОАР-системы действительно помогают экономить. Самый простой кейс, на самом распространенном примере это фишинговое письмо. Что мы видим до внедрения СОАР-системы, что мы видим после внедрения СОАР-системы, слайд говорит сам за себя. То есть внедрять СОАР было бы здорово. Но в компании УЦСБ новые сервисы, новые услуги, новые продукты и даже новые, собственно, компании, стартапы создаются, когда мы сталкиваемся с какой-то реальной потребностью, решение которой мы не видим на рынке за адекватные деньги. Ну так нами была создана разработка для безопасности СУТП, наше специализированное решение DataPK, которое сейчас вообще находится в отдельном вендоре компании CyberLympho. Так нами была создана платформа автоматизации процессов управления информационной безопасностью e-платформ. Это также сейчас отдельный резидент Сколково, получивший одобрение от компетентного жюри и развивающий решение e-платформ. И, собственно, когда мы начали строить год назад, об этом было объявлено, было подписано соглашение с Госсопка, и у ЦСБ стал оказывать услуги центра Госсопка. Когда у нас появился свой собственный UCC-сок, мы пришли к пониманию того, что вот этот вопрос внедрения SOAR сталкивается на практике с целым рядом сложностей, о которых я поговорю чуть дальше. Большое, долгое начало. Что же мы предлагаем? Я сегодня хочу рассказать про средства по автоматизации создания автоматических сценариев обнаружения и реагирования на основе графов знаний по кибербезопасности. В дальнейшем вот эту вот долгую фразу автоматический сценарий обнаружения и реагирования я буду схлопывать до плейбуков. И как меня поправил один мой глубоко уважаемый коллега не просто плейбуков, а именно автоматических. Плейбук, понятно, да, сценарий, но в нем задействованы и люди. Мы сегодня все слышали неоднократно, что людей везде не хватает, что есть кадровый голод. Поэтому мы хотим максимально вот эту деятельность, вот эти сценарии реагирования и обнаружения автоматизировать. Поэтому нужны автоматические плейбуки. Какие трудности при внедрении SOAR нас поджидают? Мы это испытали на своем примере, ну и любая компания, которая пыталась это делать или только подходила к этому вопросу, не даст соврать, что так оно и есть. Ну все в конечном итоге, конечно же, упирается в сроки и стоимость. Те шаблонные сценарии обнаружения и реагирования, которые я обещал называть для краткости плейбуками, так вот те плейбуки, которые являются шаблонными, они на самом деле, как правило, завязаны к систему вендора и дают очень мало ценности. При этом, если мы внедряем SOAR в рамках кейса конкретного заказчика и на нем эти плейбуки создаем, то этот процесс во времени растягивается значительно. Ну и, наконец, поддержание и разработка самих по себе плейбуков. Это процесс достаточно длительный, итерационный, и в него всегда увлечено большое количество участников для того, чтобы они получались качественными. Ну и, наконец, само по себе внедрение SOAR требует привлечения очень высококвалифицированных специалистов. У нас тут, как коллеги рассказывают, и это так и есть, на обслуживании SOCOT людей нужной квалификации тяжело найти, а вот когда мы говорим про внедрение SOAR-систем, там квалификация должна быть еще на порядок выше. Для кого мы предлагаем наш подход? Ну, условно можно разделить на две категории. Первый – это те организации, которые внедряют SOAR. Ну, неважно, они это делают для собственного SOC, хаус, гибридного, как мы сегодня все услышали название. Либо они внедряют это решение SOAR в том SOC, с помощью которого они в дальнейшем оказывают услуги. SOAR-остроители, так назовем их для краткости. И второй класс, вторая категория организации, которым это может быть решение полезно, это те, кто пользуется услугами. И вот, казалось бы, я говорю про возврат инвестиций от внедрения SOAR, и понятно, как первые-то экономят, и в чем для них выгода. По поводу вторых, не так очевидно. Но, тем не менее, и для тех, кто просто пользуется ассорсингом и услугами SOAR, тоже подход дает действительно экономический эффект. Итак, деньги. Для SOAR-остроителей, когда у нас появляется автоматический способ создания плейбуков, естественно, образом напрямую падают затраты на внедрение SOAR-системы. Потому что, ну что такое SOAR, как не просто набор хорошо работающих плейбуков, если совсем упростить. При этом, если мы при помощи нашего SOCA оказываем внешние услуги, у нас появляются дополнительные конкурентные преимущества, соответственно, больше заказчиков, ну и в конечном итоге мы опять-таки зарабатываем больше денег. Если мы говорим с точки зрения пользователей, которые хотят пользоваться услугами SOAR, неважно, внешними, внутренними и так далее, чем быстрее мы пройдем этап внедрения такого класса систем, тем быстрее мы получим отдачу. Опять-таки экономия. Автоматизация процесса в создании плейбуков повышает качество. Чем выше качество, тем ниже ущерб, потому что на большее количество реальных угроз мы успеваем реагировать за то же время. Ну и, наконец, так как автоматизация процесса создания плейбуков приводит при той же стоимости, может оказываться в рамках той же стандартной услуги, кастомизация этого процесса, то тем самым совокупно мы получаем либо за те же деньги более высокое качество, ну либо как бы еще ниже стоимость. Более длинные цепочки. Чем выше точность автоматического плейбука, тем у нас ниже будет частота ложноположительных срабатываний, на которые неизбежно отвлекаются ресурсы. Соответственно, теми же людьми при снижении количества ложноположительных срабатываний мы сможем покрыть большее число реальных сценариев. Опять-таки, лучшее покрытие дает меньшую поверхность атаки. Чем меньше поверхность атаки, которая не покрывается техниками обнаружения, тем для нас ниже риски. Ну и, наконец, так как время среднее создания автоматизированного плейбука, автоматического плейбука у нас снижается, мы тем самым можем быстрее вести процесс их обновления. Ну и, наконец, так как мы, внедряя решения по автоматизации создания плейбуков, фактически получаем более высокий уровень систематизации, мы можем повысить информативность уже непосредственно для конкретного пользователя и тем самым быстрее обучать персонал SOC, облегчать его вхождение в практику. Как мы это делаем? У меня есть два слайда, кратко и коротко. Значит, что же… о чем речь? Я закончил с экономикой, Роман. Можно я перейду уже к технологии? О чем речь? Мы предлагаем экспертную систему, которая позволяет создавать автоматический плейбук на лету. При этом она делает это вплоть до режима реального времени, то есть в ходе развития непосредственно живой атаки. Основана она на применении графов знаний в области безопасности. Мы активно используем MitraDefend, Stix, Osem, графовые представления, репозиторию уязвимости программного обеспечения. Более подробнее. Если попытаться кратко пояснить, в чем же суть подхода, то нужно ввести такое понятие, как антология. Мы реализуем в нашем подходе, в нашем решении антологию информационной безопасности. То есть мы описываем некие внешние и внутренние знания по кибербезопасности. Описываем их неким универсальным языком. Под внешними знаниями кибербезопасности подразумеваются техники атак, из той же матрицы Mitra, те защитные меры из MitraDefend, те уязвимости, которые публикуются, те индикаторы компроментаций, которые нам доступны вовне. А что касается внутренних активов, то здесь мы на языке универсальном, пользуясь антологическим подходом, описываем конкретные активы нашей организации и те средства защиты информации, которые мы используем. Таким образом мы получаем возможность для пользователей нашей системы соединить вот эти внешние и внутренние знания и описать их на едином, простом, понятном языке. Делается это при помощи специального программного испечения, которое строит некое единое пространство состояний и решений и в этом пространстве реализует алгоритм поиска путей с учетом тех ограничений, которые мы для него вводим. Результатом работы этого специального ПО как раз и является итоговый плейбук. Он в принципе может быть прочитан человеком и может быть реализован во внешнем ПО. При этом в плейбук не закладываются какие-то специфичные для конкретного средства защиты подходы. То есть у нас плейбук описывает общие принципы, общие базовые вещи, которые мы реализуем. А дальше уже, так как мы в нашу антологию включаем конкретные знания из внутренней инфраструктуры заказчика или защищаемой сети предприятия, то вот этот сценарий, он может быть реализован при помощи любого средства защиты. Возьмем, что плейбук реализован в виде скрипта. У нас на входе есть некие данные, у нас есть некая логика работы этого плейбука, на выходе у нас, условно говоря, скрипт, который отправляет какую-то в конечном итоге команду на межсистевой экран, что-то блокирует. Вот при нашем антологическом подходе мы один раз описываем этот подход, а потом просто по мере появления, вот так же, как я вам примерно рассказал, а потом просто по мере появления новых межсистевых экранов, новых средств защиты или новых инцидентов на входе, которые должны привести в конечном итоге к блокированию чего-то на межсистевом экране, Мы просто будем дописывать нужные кусочки кода, включать в нашу антологию все новые и новые средства защиты, а принципы общей базовой, которые мы описываем, что нужно делать, взятые из, скажем, MitreDefend того же, они остаются неизменными. Это нам позволяет существенно разгрузить наших аналитиков, снять с них вот эту рутинную работу, потому что, ну вы представьте, хорошо у нас один тип межско-экрана, а если это там десятки разных производителей, вот компания AlgoSec, она же поддерживает, например, много межско-экранов, да, коллеги знают, что вот этот процесс их поддержания не такая простая задача, они же еще и версии новые постоянно выпускают. Так вот, если вы должны для своей SWAR-системы постоянно поддерживать вот эти все время меняющиеся скрипты, которые актуально отрабатывают на всех межско-экранах, вам нужно будет каждый скрипт, который для каждого межско-экрана переписывать заново. Здесь этим может заниматься производитель межско-экрана, если ему это интересно, какая-то аутсорсинговая компания, которая пишет скрипты, но она описывает просто конкретные, нужно все, что нужно взять просто для нового типа оборудования, для нового типа средств защиты, описать, как оно реагирует на какие-то внешние запросы, что оно должно физически делать, как этот скрипт выглядит. А вот эта вся логика предыдущая, что в случае обнаружения такого-то инцидента нужно обогатить знаниями, расследовать, и если мы попали в какие-то правила, то нужно просто на межско-экране что-то запретить. Вот она не меняется. И вот над ней работают аналитики. На это они тратят время. Фишинговая атака. Что нам нужно сделать? Нам нужно провести анализ фишингового письма, нам нужно провести анализ вложений, которые есть в этом письме, и дальше отреагировать. Ну, отреагировать на фишинговое письмо можно самыми разными способами. Вот мы хотим, и мы идем к тому, чтобы аналитики, вот эти высококвалифицированные, дорогостоящие специалисты занимались придумыванием того, как реагировать на фишинговое письмо в принципе. Не описывали для каждого средства защиты конкретный скрипт, а именно базировались на подходах. То, что получается… Прошу прощения, время уже близко к концу. Пожалуйста. Хорошо. То, что получается на выходе, фактически, человекочитаемый код. У меня здесь примеры различных плейбуков, которые автоматически сгенерированы нашей системой. То есть мы просто задали антологическое описание того, что мы хотим, какие у нас есть входы, выходы, какие внешние и внутренние ресурсы, и решение само построило для нас эти графы. При этом графы могут быть простыми, как и на этом слайде, сложными, как на предыдущем. Они могут быть вложенными, они могут вызывать друг друга. Все? Супер. Я прям о чем подумал. Ну, то есть думаю, не скажу сейчас ничего. Ты же как специалист можешь рассказывать прям долго-долго и с энтузиазмом. Решил все-таки предупредить. Спасибо, что закончил. Можно вопрос? Конечно. А есть отраслевые плейбуки? Ну, что ты подразумеваешь отраслевым, чтобы мы говорили на одном языке? Есть ритейл. У них, например, есть периоды горячей активности. Праздники какие-то, я не знаю, 1 сентября, я не знаю, 8 марта, 23 февраля, в которой происходит большая активность, в том числе ботов, например. Есть ли типовой плейбук для ритейла против ботов, против пиковой активности? Есть ли типовой плейбук для финансов, против, я не знаю, фрода? И другие плейбуки для металлургов, против несунов, которые заводят неправильно учетные данные в системы. Для нефтянки против неправильных котировок, неправильных цен. И другие кейсы. Есть ли отраслевая именно специфика плейбуков? Смотри, ну, давай так. Наверное, реакция на бота, вне зависимости от того, в какой он сфере находится, она должна быть более-менее одинаковой. То есть все-таки ты говоришь про специфику, которую… Оргу все равно на бота, честно говоря. Пришел у него бот, 100 ботов написали, хотим 100 килограмм стали, и ему все равно. А другое дело, там, Озон, Вайлд, Березда, которому реальные заказы сыпятся, которые потом отменяются, которые портят статистику, которые какие-то еще негативные последствия влекут. Мы с тобой немножко откатились на пару шагов назад к моделированию угроз и определению актуальных угроз. Все-таки плейбуки нужно реализовать для тех угроз, которые мы в первую очередь признаем актуальными. Просто вот этот подход, он позволяет обеспечить более широкое покрытие и создание вот этих понятных типовых… То есть мы поняли, что мы ритейл, и для нас важны именно, условно говоря, вот такие сценарии атаки. И мы концентрируемся на них. Мы их описываем. А дальше… Ну правильно, есть, например, финансовая отрасль атака на администратора АКБ, да? Есть плейбук по такой теме, например? Ну, немножко подход… Коллега, я сейчас вас остановлю на минутку. Александр, вы можете остаться и подискутировать, а можешь выйти и рассказать свой доклад. Да нет, оставайся. Ну смотри, давай еще раз. Плейбук – это некий сценарий, который создается, исходя из той антологии, которую ты сдал. Если ты, описывая антологию, указал, что для тебя важны какие-то специфические вещи, которые характерны для твоей отрасли, для тебя как для заказчика, у тебя и набор плейбуков, сценариев автоматических, будет генерироваться с учетом того, что ты указал. Если ты специфику не описал, если ты не сделал эту привязку к внутренней инфраструктуре, ограничился только внешними, ну, у тебя будут некие базовые типичные подходы. Открываешь там метро-дефенд, там же прямо расписано, на каком этапе, какие защитные меры предпринять. Просто в чем фишка, что ты как аналитик можешь… Система может работать в экспертном режиме, я про это не сказал. То есть она идет по цепочке атаки, доходит до какого-то этапа и говорит, так, смотри, дальше я могу с этим поступить вот так, вот так или вот так. Вот у меня граф знаний. Ты уже как аналитик, хорошо зная специфику своей организации, скажешь, слушай, ну вот это меня вообще не интересует, потому что я металлурка, это бот какой-то. А вот это здорово, давай пойдем сюда. Система запомнит, в следующий раз тебе будет подсказывать именно это решение. И твоим коллегам говорит, что смотрите, мы обычно действуем вот так. А потом он вообще запомнит и будет действовать без тебя. Вот. Стоп. Мне кажется, красиво ответить. Вот было бы здорово. Вот это все и про экономику. Вот прям чувствую, прям запал есть, хороший настрой. Вот осталось прям понять, значит, здесь ты зарабатываешь столько, здесь тратишь столько и конечный ролик такой-то. И в конечном итоге мы все больше зарабатываем. Мне кажется, просто отраслевые модели – это как раз та продающая составляющая, которая может очень ускорить вашу динамику, потому что люди любят plug and play. Включил работы, знаешь, думать над своей отраслевой спецификой не все могут, не у всех есть ресурсы. И гораздо проще, когда у тебя есть, окей, для ритейла набор плейбуков такой, давай я их все включу. Слушай, идея супер, спасибо, берем на вооружение. Берите. Пожалуйста, Александр. Да, коллеги, добрый вечер. Рад всем оставшимся и дожившим до моей презентации. Собственно говоря, я представляю компанию AlgoSec, отвечаю за продажи решений AlgoSec на территории России и СНГ. Если кто-то видел видео торгов с аукционов в Техасе, где там это 2000 долларов раз, 2000 долларов два, 2000 долларов три, походу мне придется говорить примерно с таким же темпом, потому что время у нас очень мало осталось. Поэтому, собственно говоря, система AlgoSec представляет из себя класс решений, который называется NSPM, Network Security Policy Management или Farewell Management, то есть управление сетевыми политиками, управление политиками на межсетевых экранах и других сетевых устройствах. Ну и, собственно говоря, немножко аналитики. Компания Verizon выпускает уже более 7 или 8 лет отчета Verizon Data Breach Investigation Report. Ежегодно в этом отчете идет статистика по крупнейшим утечкам данных. Вот статистика за 2020 год показывает достаточно такую наглядную динамику, приоритизации, а так, как бы категории misconfiguration с 8-го места, которое она занимала в 2015 году, до 4-го места в 2020 году. И видно, что на самом деле за прошедшие 5-6 лет количество угроз, связанных именно с ошибками конфигурации, возросло в разы. И на самом деле эта статистика, она также подтверждается статистикой по утечкам данных для различных организаций. Если вы посмотрите данный слайд, также статистика от компании Verizon, Verizon Data Breach Investigation Report 2021, то есть они смотрят утечки предыдущего года. И вот по итогам 2020 года количество утечек, связанных с ошибками конфигурации, оно на самом деле зашкаливало для многих отраслей, в том числе для финансовой отрасли, для образовательных порталов, для игровых порталов, административных ресурсов и для ряда других организаций. На самом деле все эти отчеты, аналитика, они все публично доступны. Вы можете совершенно спокойно скачать отчеты за любой год. Но вот такая классификация по вертикалям, она дается в 2021 году. И очень репрезентативная выборка. На самом деле вот там подсвечена категория квадратиком прочие угрозы, но ошибки конфигурации среди вот этой категории прочих угроз занимают более 50%. Ну и соответственно также есть достаточно интересная аналитика от компании ИСАКО по рынку информационной безопасности, как с точки зрения технологий, так и с точки зрения специалистов. И вот одним из факторов, которых зачастую не хватает специалистам с точки зрения информационной безопасности, это понимание бизнеса, понимание бизнес-логики, бизнес-процессов и бизнес-приложений, которые работают внутри инфраструктуры. Все это на самом деле приводит к определенным пробелам, к определенным сложностям во взаимодействии внутри одной и той же организации между подразделениями IT и B, DevOps, службами эксплуатации. И на самом деле такая разница в подходах, она усложняет цифровую трансформацию, она усложняет разрешение и трэблшутинг каких-то тикетов, она увеличивает стоимость, необходимую для сопровождения своих рутинных типовых процессов, ну и в целом она является не очень эффективной в условиях разрастающихся инфраструктуры заказчиков. При этом, на самом деле, по статистике две трети клиентов в мировом масштабе, крупных интерпрайз клиентов не используют никакие средства автоматизации для управления сетевыми политиками. Более трети заявок, которые заводятся, необходимо переделывать в связи с теми или иными ошибками, возникающими в этих заявках. Ну и при этом более трех четвертей заказчиков используют средства защиты информации от двух и более производителей. Средства защиты информации я имею в виду именно межсетевые экраны или какие-то сетевые средства защиты. И, соответственно, чем больше количество производителей или различных вендоров, которые используются в своей инфраструктуре, тем выше требования к компетенциям специалистов, которые работают с этими средствами защиты, и тем больше риск допущения какой-то ошибки или совершения какой-то промашки с точки зрения настройки этих систем. Ну и на самом деле вот этот слайд, он, наверное, один из ключевых в рамках моей презентации для того, чтобы показать, для чего вообще такого рода системы существуют и для чего заказчики их используют. И если вы посмотрите на слайд, здесь на самом деле есть к чему присмотреться. То есть помимо первичного ввода в эксплуатацию политик безопасности на сетевых устройствах, есть большой спектр задач, связанные с тем, чтобы поддерживать их в актуальном состоянии, пересматривать, актуализировать в зависимости от изменений инфраструктуры, мигрировать политики или мигрировать какие-то сервисы из одного сегмента инфраструктуры в другой, предоставлять временные доступа, то есть так называемый ресертифицируемый доступ, делать оптимизацию политик безопасности. То есть на самом деле, если взять каждую указанную задачку на этом слайде, на нее может потребоваться отдельный специалист или отдельный рабочий процесс, который связан с этой задачкой. И на самом деле, если посмотреть в крупных организациях, я вот не буду там какими-то цифрами, я не знаю, хвастаться, но у нас есть заказчики из топ-50 финансовых организаций, у которых на едином межсетевом экране конфиг занимает 170 тысяч строк. 170 тысяч строк конфиг на межсетевом экране чекпоинт. То есть вы понимаете, что человек просто физически не способен перелопатить и переработать такое количество строк конфигурации у себя в голове или даже с какими-то open-source утилитами. Это просто невозможно физически. Если не брать вот этого высоконагруженного заказчика, типовая конфигурация какого-то узлового межсетевого экрана – это 20, 30, 40 тысяч политик. Цифра, которая также неподъемна для любого специалиста по ИБ с точки зрения ручного анализа. Невозможно 40 тысяч строк конфига проанализировать самостоятельно, глазками и сопоставить их со всеми внутренними сервисами, пользователями, доступами и насколько это легитимно, насколько это является, я не знаю, историческим наследием, каким-то архивом и который вообще может быть не используется. То есть на самом деле сейчас в условиях разрастающихся инфраструктур, а если вы понимаете, последние два года у нас происходило достаточно значительное укропнение инфраструктур большинства заказчиков в связи с предоставлением удаленного доступа, переходом на удаленный доступ в ковидные годы и, соответственно, также в связи с рядом слиянием, поглощением, укропнением инфраструктуры клиентов, с цифровыми трансформациями, переходом на CICD. В принципе, последние пять лет у нас происходили непрерывно процессы разрастания цифровой инфраструктуры. Сейчас в современных реалиях у крупных заказчиков просто нет физической возможности, особенно в условиях ограниченного человеческого ресурса, просто нет физической возможности эффективно анализировать конфигурации сетевых устройств, сетевых политик, которые есть в инфраструктуре. И при этом межсетевой экран – это, по сути, старейшее средство информации, которое есть в инфраструктурах всех заказчиков, буквально любого. Каждого первого возьми, у него есть межсетевой экран. И это то средство защиты информации, которое на самом деле по статистике вот той же самой компании Verizon вызывает чуть ли не четвертое место по векторам атак с точки зрения различных утечек. С точки зрения реальных инцидентов посмотрите утечки Capital One, посмотрите утечки, связанные с Facebook, с облачным хранилищем Amazon, посмотрите утечки Microsoft и связанные с публичной базой данных, посмотрите утечки в RGD, когда весной, там на хабре была статейка, когда весной злоумышленники проникли во внутренний технологический сегмент RGD и, соответственно, получили доступ к камерам видеонаблюдения, ко внутренним учетным сегментам. Также через ошибки конфигурации межсетевых экранов в микротик. И, соответственно, недавний инцидент с отказом в услуживании сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp, которые наверняка многие из вас слышали, видели, сами испытывали. Абсолютно то же самое, ошибка конфигурации маршрутов внутри сети Facebook. То есть вроде как банальная ошибка, банальная проблема, но которую в течение 6 часов не могли решить крупнейшая фактически организация в мире с точки зрения IT-инфраструктуры и с очень налаженными бизнес-процессами и со всем остальным. У нас есть публичный ROI-калькулятор. Вы можете самостоятельно зайти на веб-сайт и ввести собственные параметры, циферки для расчета эффективности внедрения системы управления сетевыми политиками для собственных нужд. И одновременно с этим у нас есть экселевская формочка этого ROI-калькулятора, в которой очень подробно прописаны все допущения. На этом слайде вы видите те допущения, которые мы закладываем в рамках нашей системы. То есть у нас есть несколько модулей системы. В зависимости от используемых модулей получается различная эффективность, различный процентаж и различные коэффициенты. Но вместе с тем для каждого конкретного случая вы можете все эти коэффициенты отредактировать, подправить, посмотреть, насколько они валидны, насколько они реалистичны для вашей собственной организации и на выходе получить вполне конкретные цифры с точки зрения монетизации проекта по внедрению системы управления сетевыми политиками и той скорости возврата инвестиций, которые потенциально вы можете получить для собственной организации. Вот в данном примере на самом деле приводятся примеры расчета для 50-ми шестевых экранов. И на самом деле, если вы посмотрите на слайде, приведены именно выдержки из ROI калькулятора тех областей, тех, скажем, задач, которые решает система и ту оптимизацию, которую, соответственно, несет эта система для заказчика. Ну и если вы посмотрите более подробно, мы можем провести с каждым из вас отдельную сессию и разобрать этот калькулятор по деталям, примерить ваши собственные цифры и посмотреть, как эта математика скажется для вашей конкретной компании. Но при этом, если посмотреть на компанию с 50-ми шестевыми экранами, с территориально распределенной инфраструктурой и с некоторым набором L3 устройств, то ориентировочный срок возврата инвестиций для такой компании составляет порядка двух лет. Здесь идет и такие факторы, как сокращение инвестиций, необходимых на человеческий персонал. Здесь также идет такой фактор, как минимизация времени простоя бизнес-критичных сервисов. То есть вы все понимаете, что сейчас приложение это по сути трубопровод, который доставляет информацию, там, современную нефть до пользователей. Соответственно, если у вас приложение не работоспособное, если они в этот момент, не знаю, недоступны пользователям или есть какой-то отказ в обслуживании, то, соответственно, это нефть не достигает пользователя информации. И таким образом вы теряете ваш ключевой бизнес. Соответственно, обеспечение доступности бизнеса является одним из приоритетных задач для большинства организаций сейчас. И таким образом минимизация времени простоя этих бизнес-сервисов является также бизнес-элементом, который добавляет возврат инвестиций для внедрения такого проекта. Также это минимизация риска утечек и плюс автоматизация и скорость и ускорение времени обработки заявок. Есть два основных компонента в системе. На самом деле, поскольку тематика данной секции, она не маркетинговая и не продуктовая, я постараюсь здесь не останавливаться. Все, кому интересно услышать про AlgoSec, подходите, пожалуйста, на стенд MON, чекпоинт AlgoSec. На первом этаже мы с удовольствием расскажем, проведем демонстрацию. Но в рамках данной сессии хотелось бы показать именно экономику. И поэтому, в принципе, основной аспект сделан на это. То, что внедряя систему управления сетевыми политиками, вы, по сути, не только тратите деньги, а вы получаете на неком прогнозируемом горизонте времени 2-3 года вполне объяснимый возврат инвестиций для вас, как для клиента. При этом вы можете с этим возвратом инвестиций приходить к своему менеджменту и вполне здраво обосновывать это. Там нет никаких завышенных цифр, там нет никаких, я не знаю, сюрреалистичных оценок. То есть, понятное дело, что если ваша стоимость труда часа инженера стоит дешевле, чем за рубежом, то мы просто это редактируем в качестве допущения, в качестве циферки в этом ROI-калькуляторе и рассчитываем ваш собственный параметр. Слайд, который показан здесь, это экосистема вендоров, с которыми мы взаимодействуем. Опять-таки здесь подробно останавливаться не буду, потому что у нас тематика доклада не об этом. Но хотелось бы сказать именно то влияние, которое система оказывает на инфраструктуру и те процессы, которые она существенно упрощает. Это миграция любых сервисов из сегмента в сегмент, из сегмента в облачную инфраструктуру и любые другие процессы миграции в рамках имеющейся у вас инфраструктуры. Это возможность отслеживания моментального состояния ваших бизнес-критичных сервисов и оперативного реагирования на те какие-то простои, которые возникают, связанные с этими сервисами. Это возможность локализации очага распространения атаки в случае, если, например, SOAR-система задетектировала в какой-то EDR или в песочнице распространение шифровальщика или какого-то вредоноса, то передав SOAR-сигнал на ALGOSEC, вы можете по сути сразу изолировать этот сегмент от дальнейшего распространения шифровальщика или вредоноса в остальную сеть. То есть вы понимаете, что на определенных хостах в сети у вас появился вредонос, шифровальщик. Вы понимаете, какому сегменту эти хосты принадлежат, вы сразу берете и отправляете команду в ALGOSEC на изоляцию этого сегмента. Таким образом, вся остальная сеть у вас по сути не пострадает и вы минимизируете тот ландшафт атаки, который возможен был бы без ALGOSEC. И плюс это интеграция различных команд, IT, эксплуатация, IB и DevOps, DevSecOps на базе единой платформы. Возможность предоставления для них гибкого инструмента и визуализации трафика и работы с привычными для них инструментами. Существенно упрощается миграция приложений, как я говорил, и модернизация. Существенно упрощаются процессы слияния и поглощения внутри организации, когда необходимо поглотить чужую инфраструктуру и адаптировать их политики для себя. Ну и существенно упрощаются все процессы, связанные с крупными инфраструктурами. Я бы сказал так, ALGOSEC и решения класса Network Firewall Management, Network Security Policy Management, они нужны компаниям, у которых от 10 межсетевых экранов или у которых распределенная инфраструктура или у которых идет большой объем заявок ежедневной на предоставление или изменение доступа. На самом деле на этом, наверное, моменте моя презентация заканчивается и хотелось бы в более открытую дискуссию перейти, потому что вещей, которые я мог бы рассказать в части решений класса NSPM, наше отличие от конкурентов и все остальное, их очень много, но в реальности эта категория решений, на мой взгляд, очень сильно сейчас на рынке недооценена. Я мог бы сказать, что по моему анализу только финансовые организации за фактически десятилетнее существование решений на рынке успели внедрить в достаточном объеме, в достаточном количестве себе проектов по как раз NSPM, Network Security Policy Management. Ну и в целом весь остальной рынок сейчас жестко недоохвачен такого рода решениями. Практически везде, куда мы приходим, такая задача стоит. Единственное, не везде, конечно, на нее есть деньги или там сиюминутная готовность ее решать, но в целом задача нехватки как бы человеческих ресурсов и задача анализа сетевых политик стоит везде. И очень часто она является очень проблемной для организации. Коллеги, спасибо большое. Я с удовольствием ответил бы на вопрос и надеюсь, что это было немножко интересно. Саша, это точно было классно, но ты прям молодец. Так быстро, бодро, про экономику. Громадное тебе спасибо. Вот как быть с поддержкой российских межсетевых экранов, если у заказчика их очень много? Вот все так же будет красиво те же два года и вперед? Ну, коллеги, на самом деле с точки зрения российских межсетевых экранов мы пока немножко, я бы сказал, пионеры в этой области. Ну, не то, что пионеры, но мы до сих пор этот аспект дорабатываем. То есть у нас сейчас есть поддержка коннектор для межсетевых экранов СТРа. Мы сейчас активно прорабатываем поддержку межсетевых экранов Континент и Инфотекс. И в следующем как бы этапе, в следующем эшелоне у нас есть задача доработать поддержку межсетевых экранов Юзергейт и Дионис. Но пока, как вы понимаете, это некий роудмап. Из готового у нас СТРа, из почти готового у нас континент. Все остальное более далеко идущие планы. Очень здорово, что вы по этому пути идете. Я как человек, который много лет проработал в дистрибьюции, если начинается поддержка отечественных решений, это верный путь, что компания инвестирует в рынок. А, кстати, с точки зрения страны происхождения… Ничего, что там, Роман? Нет, ничего, нормально. Еще две минуты и все. С точки зрения страны происхождения расскажешь. Там санкционная политика, вот это все тоже, чтобы коллегу было полное понимание. На самом деле забавно, что так получилось, но все производители из этой ниши, они на самом деле из Израиля и родились практически в один и тот же момент. То есть у нас ближайшие конкуренты это Туфин и Скайбокс. Если посмотреть историю зарождения всех трех производителей, то есть Алгосек, Туфин, Скайбокс, то фактически все они зародились в одно и то же время, в 2014 году и в одной и той же стране. Удивительно, да? Такое ощущение, что одна и та же команда работала над решением и просто в какой-то момент распалась. Но это с моей стороны исключительно спекуляция, это не мнение вендора, да, я сейчас озвучиваю. Поэтому решения существуют на рынке порядка 17 лет и на самом деле выросли из одной страны. И сейчас Алгосек имеет две штаб-квартиры, это Израиль-США, в зависимости от того, какие задачи мы, естественно, можем под это дело подстраиваться. Супер. В третьем вопросе мы интересовались, что больше всего мотивирует, так сказать, влияет на изменение, на увеличение бюджетов. И, в общем-то, все очевидно. Это хакерская атака. Хакерская атака, потом вовлечение первых лиц, потом новые требования регуляторов и возможные последствия. Возможно показать, вернее, результат. Вот мне интересно, если сложить как раз там первых два и четвертый, то, мне кажется, там и без регуляторов все начнут нормальную ИБ делать и заниматься. Коллеги, у нас заключительный доклад. Мне кажется, он должен быть точно новым для нашего формата, для нашего форума и интересным. Мы поговорим сейчас больше про экономические аспекты. Выступает Кирилл Скрипкин, заведующий кафедрой экономической информатики экономического факультета МГУ. Здравствуйте, коллеги. Большое спасибо за возможность выступить на столь представительном форуме. Итак, собственно, про что я хотел поговорить. Во-первых, результативность и экономичность. То есть это два ракурса того показателя, того подхода, который мы привыкли называть эффективностью. Дальше. Естественный вопрос, как все это можно измерить. А вот дальше я хочу предложить некоторые методы для работы с теми проблемами, о которых мы с вами говорили. Вот что, собственно говоря, дальше. Итак, первый вопрос. Результативность, экономичность и эффективность. Итак, мы с вами постоянно говорим об эффективности информационных систем, информационной безопасности, вообще об эффективности нашей экономики. Однако давайте подумаем, а что за этим стоит. Скажем, в английском языке слова эффективность, вот слова эффективность в нашем понимании нет. Вместо него есть два совершенно разных слова. Это результативность, эффективность и экономичность, efficiency. Результативность – это способность в принципе получить результат необходимый бизнесу. Ну, например, экономические характеристики, технические и пользовательские характеристики айфона, скажем. Да, вот это результативность. Экономичность – это соотношение затрат и результатов. То есть какова будет себестоимость нашего условного айфона. Да, вот это будет экономичность. При этом затраты у нас всегда отслеживаются. Это гораздо проще. Вот как раз до меня тут был один из докладов как раз на эту тему по прямым и косвенным затратам. А вот вопрос измерения результата, особенно в случае информационной безопасности, стоит достаточно остро. Потому что главный результат информационной безопасности – это предотвращение тех или иных отрицательных событий. В то же время, если предотвратить вам не удалось событие, то, скорее всего, руководство оценит важность и нужность информационной безопасности. Но пользоваться проводами этого зрения руководства будет, вероятно, уже кто-то другой. А не тот консультант и не тот руководитель службы информационной безопасности, который это все допустил. Но таким образом, смотрите, что у нас получается. Что затраты руководство видит, результата руководства, если оно не погружено в эту проблематику и не нацелено на нужное видение, результата не видит. Все это естественным образом ведет к экономии, к тому, что эффективность сводится на самом деле к экономичности, соотношению затрат и результатов, а экономичность сводится к экономии, то есть просто к экономии бюджета, до тех пор, пока гром не грянул. Однако же, рано или поздно, это может в каком-то таком виде произойти. Вот эта картинка из июня 1941 года. Но, в общем, как мы, я думаю, знаем, с информационной безопасностью внешне, может быть, картина не столь наглядна, однако внутренне там утекают миллионы и даже миллиарды пользовательских записей с персональными данными, в том числе финансовыми и так далее. То есть, с точки зрения реального результата работы информационной безопасности, мы имеем объективно вот точно такую же картину, которую мы видим здесь на слайде. Вот. Соответственно, как мы можем это все наблюдать? Итак, что же такое результативность? Это способность предотвратить несколько негативных вещей. Во-первых, снижение стоимости наших тех или иных информационных активов. Во-вторых, прямые потери, то есть штрафы, компенсации, какие-то другие санкции и так далее. И, наконец, альтернативные издержки. Да, мы можем как-то эти затраты из пункта 2 сократить, но для этого нам, в свою очередь, придется прибегнуть к каким-то альтернативным издержкам, судам, каким-то другим юридическим действиям и так далее. А с другой стороны, экономичность – это способность решать вот те же самые задачи дешевле. То есть правильно выбрать, прежде всего, это, кстати, один из важных вопросов, к которому мы с вами еще вернемся, правильно выбрать защищаемые активы. Далеко не все и не всегда надо обязательно защищать любой ценой. Подобрать экономичные инструменты, здесь сегодня об этом тоже много говорилось. И правильно сочетать внутренние ресурсы и аутсорсинг, о чем вот говорилось почти непосредственно передо мной, когда шла речь об информационной безопасности по подписке. Но самое главное, что правильный взгляд на экономичность в том, что она должна включаться только при условии, если задачи решены. То есть мы выбираем, у нас, говоря языком математической оптимизации, знаете, оптимизационной задачи, говоря языком такой оптимизации, у нас есть множество допустимых решений. Это те, которые в оранжевом поле обеспечивают выполнение задач бизнеса. И после этого мы их начинаем оптимизировать по затратам. При том условии, что они допустимы. Если это не так, значит надо сначала перейти к допустимым решениям и оптимизировать их. При этом на информационную безопасность как таковую мы можем посмотреть с точки зрения реального опциона. Традиционный финансовый опцион слева. Здесь у меня изображен, но поскольку мы страхуем себя от снижения цены, то, соответственно, это у нас опцион PUT. Опцион PUT это опцион на продажу некого финансового актива. И поэтому если у нас… А, наоборот, нет, это call, извините. Это call, это на покупку. Поскольку с ростом цены по оси абсцисс у нас падает доходность. Но если у нас есть опцион call, который дает нам право приобрести по некой цене. Но вот ниже нуля, потому что сам опцион тоже сколько-то стоит. Вот опцион дает нам право приобрести по некой цене, которая, соответственно, ограничивает наши убытки. Точно так же ровно такая же логика информационной безопасности. Мы тратим деньги на некоторые меры, на некий набор мер, вот решающие, прежде всего, решающие задачи из оранжевого поля на предыдущем слайде. И при этом получаем ограничение убытков. Да, вот как тоже прекрасный был рассказ про систему SOAR до меня, вот совсем почти передо мной. Вот у нас пришло фишинговое письмо, оно не распространилось по сети, соответственно, никакие данные у нас не утекли. Вот наши убытки, опять-таки, ограничены затратами на систему ИБ. При этом мы должны понимать, что когда нам говорят, да, вот в докладах как раз передо мной речь шла, так сказать, о повседневной информационной безопасности, о том, что может происходить буквально каждый день. Но, да, вот наряду с этим мы все слышали, наверное, здесь присутствующие о мегаинцидентах в области информационной безопасности, вот некоторые из них я называл в начале. И, соответственно, масштаб предотвращенных потерь важнее их вероятности. Дело в том, что если такое событие происходит, а наша фирма тесно связана с информацией, причем для этого не обязательно быть в наше время интернет-компанией, быть банком, например, вполне достаточно. Ну, банк вообще информационная сущность, по меньшей мере, со времен тамплиеров. Но это отдельный разговор. Поэтому, коль скоро такое событие ставят под вопрос само выживание компании, то все остальные рассуждения про экономичность становятся просто неинтересны. Для того, чтобы максимизировать прибыль, фирма для начала должна существовать. Если она не существует, она не может максимизировать прибыль. Помните, такая была присказка времен 90-х, жить мы будем хорошо, но недолго. Да, вот это из этой серии. Тогда речь шла о физическом существовании. Здесь в моем докладе речь, конечно, идет о существовании самой фирмы. А вот. Теперь, как же мы такие вещи можем узнать? Я вот тут сначала закладывал более серьезную математику, как вы видите в плане, но я решил сделать более простой пример. Это калиброванные экспертные оценки. Как мы можем узнать необходимые вероятности и необходимые масштабы ущерба? Ну вот, собственно говоря, главный до сих пор магистральный путь здесь – это экспертные оценки. Но! Вот один из способов повысить точность таких экспертных оценок – это калибрация самих экспертов. То есть, составляется некий пул специальных калибровочных вопросов, который позволяет экспертам должным образом настроить свои мозги. Сейчас мы… Сейчас, кстати, вот чуть-чуть я забегая вперед скажу, сейчас мы с вами попробуем сделать это сами. Вот, чтобы не быть голословным, чтобы вы на себе эту кажущуюся абстракцию почувствовали, мы сейчас с вами сделаем это сами. Вот, задаются серии вопросов с заранее известными ответами. При этом вопросы подобраны так, чтобы ответ был известен как-то в общем, но не конкретно. Вот у меня большая просьба, мы с вами сейчас попробуем это сделать, только не пользуйтесь, пожалуйста, интернетом. Ну, это просто помножить на ноль всю суть упражнений. А вот, от экспертов, в данном случае от вас, требуется дать 90-процентный доверительный интервал оценки. И, соответственно, апостериори мы с вами оценим, что мы получили, какова была вероятность нашего попадания в нужный интервал. Итак, вопрос. В каком году Ньютон опубликовал закон всемирного тяготения? Значит, коллеги, пожалуйста, я хочу сразу сказать, что это не конкурс в плане знания истории науки. Совершенно. Более того, точный ответ здесь и не предполагается, я потому и задал здесь такой вопрос. Но вопрос, смотрите, есть два варианта. Как правило, неподготовленный человек идет по одному из двух путей. Либо он пытается назвать, угадать каким-то способом точный год, что, в общем, достаточно сложно, прямо скажем. Либо он отказывается фактически от ответа и дает ответ что-то в духе где-то между 1500 и 1900 годом. Да, это бесспорно так. Бесспорно год попадает в этот интервал, но сам интервал настолько широк, что он практически тривиален. То есть фактически такой широкий интервал ничто иное, как отказ от ответа. Поэтому к чему я вас призываю? Тех, кто готов попробовать поучаствовать, назвать, можно на бумажке как угодно или как хотите. Вот мы можем здесь… А, не можем. А что надо сделать? Ну, внести туда, вношу… А оператор, поможете нам внести, вбить прямо в табличку? Ну, вот кто-нибудь, да, кто-нибудь, коллеги из тех, да, чтобы вносить просто безотносительно, не важно, кто это произносит, но чтобы появились годы от и до. То есть, значит, задача какая? В зависимости от надежности ваших представлений об истории науки, от того, как вы ее понимаете, вы должны назвать более широкий или более узкий интервал, в котором вы уверены, как вы считаете, с 90-процентной вероятностью, да, в которой попадает этот год публикации закона всемирного тяготения. Ну, то есть интервалами. Нет, интервал, нет, конечно, никто не ждет, нет, вообще вопрос не в том, что вы ее знаете, наоборот, вопрос в том, чтобы вы продумали, что вы знаете об этом событии, да, когда оно могло произойти, а когда оно совершенно точно произойти не могло, и назвать как можно более узкий, но соответствующий 90-процентной доверительной вероятности интервал. Понятно. То есть логин, кто смелый, кто первый интервал назовет? Да. Говорите. Значит, 1650-1700. 50-1700. Я потом скажу, кто попал, кто не попал. Я назову пошире. 1600-1690. Так, отлично. Следующий интервал запишите, пожалуйста. 1600-1690. Так. Еще. Еще какие будут? Говорите. Да, пожалуйста. 1700-1760. Так, 1700-1760. Так. Извините, 1765, да? Спасибо. Так. Еще какие? Идеально было бы заполнить эту табличку, но это, конечно, как получится. У нас будет выборка из трех. Так, еще кто-нибудь готов попробовать? Ну, это уже на грани. Это уже на грани фола, но хорошо, давайте сделаем. 1600-1800. Так. Там доверительный интервал 99. Ну, тут уже 200 получается. Так, что дальше? Давайте что-нибудь с этим сделаем. Так. Ну, что, да, ну, что, может, еще кто-то готов? Просто чем больше выборка, пожалуйста, тем лучше. Значит, еще, пожалуйста, 1750-1800. 1720-1750, пожалуйста. Ну, давайте, чтобы не затягивать, на этом и закончим. Итак, вот давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. Мы, напомню, говорили с вами о 90-процентном доверительном интервале. В реальности Ньютон опубликовал книгу, в которой был в том числе и закон всемирного тяготения, в 1687 году. Поэтому в первом случае попадание, второй случай попадание, третий случай мимо, четвертый случай попадание, пятый случай мимо, шестой случай мимо. То есть у нас фактически попали три ответа из шести. Вот что такое некалиброванные эксперты. Да, каждый из нас думал, что он дает 90-процентный доверительный интервал. В реальности вот совокупность экспертов дала в лучшем случае 50-процентный доверительный интервал. Вот что значит… Такий эксперт. Нет, нет, ни в коем случае, Роман, прошу прощения, речь совершенно не о том. Речь о том, что вот точно так же, да, вот если мы переведем, например, попытаемся сформировать дифференциальные уравнения игры в теннис или езды на горных лыжах, то мы поймем, что требуется такой суперкомпьютер, которого может еще и нет, чтобы решать это в реальном времени. Однако же человек, достаточно широкий круг людей может себя натренировать таким образом, чтобы это все проделывать. Играть в теннис, кататься на горных лыжах, ездить на велосипеде и так далее. И тут все то же самое. Это точно такой же вопрос тренировки. Определить, как мы определяем нижнюю границу интервала, как мы определяем верхнюю границу интервала, ничего принципиально сложного и нерешаемого здесь нет на самом деле. Это просто наглядная иллюстрация того, как работает наш мозг любого из нас. Но справедливости ради я попал, но я просто хорошо знаю историю науки, это одно из моих увлечений. Это вот просто так совпал. Вот, не более того. Поэтому это просто иллюстрация того, что прежде чем пользоваться экспертными оценками, желательно определенным образом поработать с экспертами. Нам свойственна сверхуверенность. Есть почитать нобелевских лауреатов Каннемана и Тверски, которые как раз, собственно, может быть, те из вас, кто изучал экономику, знают, что одна из основных предпосылок экономической теории – это рациональное ожидание людей. Имеется в виду, что каждый человек в отдельности делает ошибки, разумеется, но эти ошибки поглощают друг друга. Так вот, Каннеман и Тверски показали, что нет, не поглощают. Есть систематические ошибки в нашем мышлении. В частности, одна из таких систематических ошибок – наша сверхуверенность. Мы придаем, мы считаем, что мы знаем вопрос лучше, чем оно обстоит, дело на самом деле. Все, я заканчиваю, да. Как мы можем эти оценки просуммировать? Все-таки чуть-чуть математики. Ну, во-первых, теорема Байеса, в общем, достаточно известный инструмент. Здесь я ее выписал для нескольких событий. Все, это последний слайд. Метод Монте-Карло. Если наша проблема в редких событиях, то сегодня нет никакой принципиальной проблемы смоделировать хоть миллион реализаций метода Монте-Карло и, соответственно, получить в том числе какую-то вероятность и по редким событиям. Тоже, если у нас есть для этого информация. Дерево сценариев. Здесь, я думаю, и так все понятно. И самое главное, эти методы не взаимоисключающие. Мы вполне можем их использовать совместно. Выводы. Цена информационной безопасности прежде всего зависит от результативности. А сама результативность, в свою очередь, это те классы событий и угроз, в которых служба ИБ может купировать потери. Максимально возможный ущерб и его вероятность мы не получим в реальности. Ну, хотя бы потому, что любая наша статистика показывает прошлое. В то же время, да, и каждый рекордный эпик фейл инфобезопасности, вот сегодняшний, который попал в статистику, когда-то он был настолько большим, что никто не ждал, что такое вообще может быть. Однако же теперь он там в статистике и все показывает. Математические методы позволяют нам создать единые оценки из пулу оценок экспертов. Но эта оценка, конечно, как и в нашем примере, будет обязательно интервальной. Поэтому наша скромная задача – научить бизнес теории вероятности. Как показала история с эпидемией коронавируса, теорию вероятности у нас вообще во всем мире не знает узкое, ничтожное меньшинство людей, которые, к сожалению, страшно далеки они от народа, как говорил Владимир Ильич. Все, спасибо. Кирилл, здорово. Вообще я впечатлен. Подождите, не уходите. Стойте. У меня есть пара мыслей, которые хочется пообсуждать. Ну, во-первых, мы как безопасники, мы все время говорим, надо там топ-менеджмент научить безопасности. Оказывается, мы не одиноки. Их надо еще и научить экономике. Нет, не в экономике, вероятности. Вероятности. Мы в массе своих, кстати, и далеко не все безопасники. Речь не о присутствующих, конечно, но, в принципе, я сталкивался с самыми разными безопасниками в своей жизни. И в том числе далеко не все из них понимали вероятность. Хотя здесь сама суть вопроса. Именно вероятностная просто по определению. У них есть отговорка. Они говорят, статистика инцидентов не раскрывается. Посчитать не можем. Все ей пользуются. Ну, это понятно. Я чуть-чуть о другом. Смотрите, ну, то есть, действительно, мех с мехом, но, ну, то есть, оказывается, не только безопасности, но еще и вероятности. Да, вероятности, конечно. Для того, чтобы этим оперировать. Какой у меня был вопрос. Он короткий. Вот, смотрите, мы говорим про бизнес, топ-менеджмент, какие-то показатели. И вот сегодня мы попытались собрать эту безопасность с точки зрения экономики. Да. А можно понять, вот на какие показатели, которыми обычно, там, топ-менеджмент меряет эффективность своей компании экономически, вообще безопасность может повлиять. Вот просто… Ну, как, собственно, она, понимаете, она может повлиять на любой показатель, да? То есть, если у нас… Ну, опять-таки, сугубо в отрицательном смысле, да? Вот, то есть, если мы какой-то мяч пропустили, и вот оно взорвалось, вот как у меня был на одном из первых слайдов, мы получили вот такую картиночку, то тогда последствия для любых показателей, там, EBITDA, для чистой прибыли, там, для всего чего угодно могут быть любыми. Но проблема в том, что наша-то задача в том, как, не допуская вот таких эпик фейлов, все-таки обосновать затраты на информационную безопасность. Хотя бы потому, что, как я уже тоже говорил, что если мы это все пропустим, то пользу из нового видения бизнеса извеличет уже, скорее всего, кто-то другой, наш преемник. Понятно. Коллеги в зале, самые стойкие. Ну, во-первых, я надеюсь, вы получили что-то интересное, помимо названий продуктов, которые вы все знали и так. Вопросы? Ну, может, кто-то еще все-таки чуть-чуть. Подумайте, я буквально хочу, Кирилл, несколько своих мыслей рассказать. Смотрите, то есть, во-первых, когда мы с вами познакомились не так давно, я был поражен то, что мы, как компания Позитив, в последнее время, года полтора-два, рассказываем про результативную информационную безопасность. Я, честно, не учился на экономическом каком-то направлении, я его бросил как второй выше, где-то через курс, в общем, сдался. Теперь вынужденно добираю. И когда я услышал от вас рассказ про результат, ну, то есть все понятно, все просто, да, там результативность, экономичность, я понял, что те вещи, которые мы вынуждены, в силу нашей аудитории, в силу вот тех реалий, в которых мы живем, там доносим простыми словами, недопустимое, невозможное, не должно случиться вот это, и дальше говорим, вам нужен результат. И, б, должно дать результат, когда у вас вот ваше страшное не случается. Услышав вас, я, честно, мы с вами никогда не общались, правда? Да, безусловно. Безопасность, когда вы в первый раз с вами созвонились, ну, максимум неделю, по-моему, меньше даже. И я вот услышал эту историю с экономической точки зрения человека, профилирующегося на экономических аспектах и на IT, про результативность, я подумал, слушайте, где мы раньше были? Потом посмотрел ваш доклад, мы с вами поговорили, о чем я подумал, вот мы все на всех сессиях здесь и сегодня упоминали проблему с кадрами, то есть там учить надо, не хватает кадров и так далее. У меня прям большой-большой вопрос. Если мы действительно хотим там как бы нормальных безопасников, то их реально надо учить вот тем вещам, которые вы сегодня нам рассказываете. Я не видел ни одного курса и там, простите, тех ребят молодых, которые приходят из вузов, из профильных технорей и бэшников, чтобы они хоть что-то в этом понимали. От этого становится грустно. И здесь я вот честно, как сотрудник компании «Позитива», как эксперт-специалист в области безопасности, я хочу с вами продолжить эту историю, продолжить уже за рамками в свободном времени, где нас... Значит, Роман, я не могу пообещать вот сейчас на 100%, но в принципе у нас на экономическом факультете, как вообще в МГУ, есть институт курсов повышения квалификации, поэтому в принципе вопрос, я поставлю такой вопрос, о подготовке соответствующей программы именно по экономике информационной безопасности, но мне потребуется помощь от продвинутых безопасников, в том числе вот, ну... Ну, придем, и вот ребят возьмем... Да, как минимум от вас, вот некоторые из коллег, которые сегодня выступали, были прекрасные доклады, я хочу подчеркнуть, именно с экономической точки зрения, вот, поэтому вот посоветоваться, там, выбрать материал, может быть, какой-то пример получить, вот это было бы прекрасно. Тогда, в принципе, да, мы можем такую программу, наверное, вместе сделать. Здорово. Но мы не можем ее сделать в одни, как, видимо, вы тоже сами по себе. Мы придем, будем помогать и участвовать. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. И вам спасибо большое. Было очень приятно пообщаться здесь на форуме. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok